Всем здравствуйте, дорогие любители Национальной Баскетбольной Ассоциации! С вами очередной 237-й выпуск нашего регулярного подкаста, и с вами его ведущий, я Марк Бурчков. Сегодня обсуждаем самые горячие темы, связанные с ассоциацией. За эту недельку много чего произошло, и тренерские какие-то баламуты в Милуоке, и, конечно же, обмен Терри Розир в Майами, и в целом не самый классный перформанс в исполнении хит. Также, конечно же, хочется обсудить Феникс, который набрал очень такой сильный ход, я думаю. И впервые за год, наверное, какие-то оценочные суждения можно в сторону этой команды делать, потому что и Билл, и Букер, и Дюрант уже вместе солидное время провели. Гонка за MVP, конечно же, несколько недель мы эту тему не затрагивали, но как ее не тронуть? Тут такое происходит, мама не горюй. Ну и для того, чтобы все это обсудить, конечно же, сегодня за мной записывается человек, которого многие в комментариях называют любимым моим соведущим, человек, с которым говорят, у меня наилучшая химия. Отчасти согласен с данными тезисами, мне с этим человеком всегда приятно и прикольно записываться, и уверен, что так сегодня тоже будет. И этим человеком является один из авторов проекта под названием «Взял мяч», человек, который, по большому счету, в одного, почти что в одного, я думаю, он не даст мне соврать, но является главным лицом проекта «Pick and Talk», и просто обаяшка-милашка. Андрей Панкраша, спасибо тебе, Андрюх, в очередной раз за то, что присоединился ко мне во время записи, и уверен, что у нас впервые в этом году разговорчик на тему баскетбола, и я думаю, что в честь этого все будет классно. Привет, Андрей, как у тебя дела? Что расскажи у тебя вообще происходит? Привет, да. Обаяшка-милашка — это еще одни строчки в резюме, а резюме, так, по чуть-чуть, знаешь, время от времени растет. Вот обаяшка-милашка — это будет одним из самых моих любимых таких, знаешь, отдельных пунктов в резюме. Дела неплохо, работаю, хоть попой ешь. Все-таки такой момент, что я уже вот сегодня на стриме рассказывал. Во-первых, стрим был, да, помимо этого, за последние сутки три матча, ньюс, подготовка там, взял мячному движу, и помимо этого коллега попросил на матч, он сюжет делает, короче, про Энтони Эдвардса, он попросил «Давай на матч ТВ сделаем с тобой интервью». Это отдельно надо записать, потом отдельно надо написать текстик, а еще успеть вот это, вот это. И, короче, за одни сутки у меня голова едет, знаешь, вот просто уже... Она не едет, она плавится, но всегда разговоры с тобой мало того, что меня даже и расслабляют и отвлекают, так еще и достаточно здорово расставляют все по полочкам в голове, что, я надеюсь, происходит и у зрителей, в том числе после прослушивания наших совместных выпусков. Да, думаю, все так и происходит, ну а если даже и нет, то ничего страшного. Ссылочки, конечно же, на источники, где у Андрея стримы, которые он упомянул, проходят в описании, так же, как в описании, куча других ссылочек, там переходите, поддержите наш проект, вам заранее большое спасибо. Ну и это даже не является стартом нашего традиционного дисклеймера, а вот теперь он начинается. Лайк авансом, ставьте, пожалуйста, свои лукасы под этим роликом, это очень сильно помогает в распространении на Ютубе и мотивирует меня на создание контента еженедельного, поэтому, я думаю, в этой ситуации и вы выигрываете от того, чтобы получите впоследствии больше контента, и я выиграю от пробустенной статистики на моем канале. Также, конечно же, подписывайтесь на канал, если ранее этого не делали, ставьте колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых подкастов, новых стримов на Баскеттоке. Это всегда тоже, я думаю, очень благоприятно сказывается и на самом канале, и на том, чтобы вы ничего не упустили здесь. И, конечно же, комментарии. Желательно от пяти слов, если хотите, от семи слов. Если вообще делать нечего, то от десяти слов. Чем больше слов, тем лучше. Оставляйте свои мнения относительно тех тем, которые мы сегодня затронем. Опять же, конструктивная критика, юмор, аналитика, любого формата комментария приветствую. И, конечно же, как всегда, лучший комментарий у нас всегда попадает в следующий выпуск. Такое, например, произошло с комментарием Ильдара Мансурова, одного из завсегдатых этой рубрики, наверное, который под прошлым выпуском с Гошей на тему «Матч всех звезд» и «Выбор состав» написал следующее. «Смотреть подкасты про выборы на «Матч всех звезд» супер гуд». Смотреть сам «Матч всех звезд». Я это не понимаю. Мне это неинтересно. Вот мне лично это неинтересно. За других сказать не могу. Я думаю, Ильдар передал ощущение большинства людей, которые вообще послушали тот подкаст. По крайней мере, в том виде, в котором «Матч всех звезд» представляет последние пару лет. Поэтому за это лайк и за то, что мемчиков навалил. Тоже, я думаю, плюсик в карму полетит Ильдару. В следующий раз на месте Ильдара можете оказаться и вы. Ну а мы начинаем обсуждение. И, пожалуй, конечно же, мы начнем обсуждение с «Милуоки Бакс». Во-первых, стоит отметить, что это одна из сильнейших команд ассоциаций на данный момент. И так вот совпало, что на протяжении всего сезона как-то мне не удавалось затронуть их. Отчасти это связано с тем, что я вот уже не в первый раз пытался заманить на выпуск себе профильного болельщика этой команды. Но, к сожалению, наше расписание не сходится. Но в этот раз я решил не ждать уже этого подходящего момента. Потому что случилось то, что случилось. Эдриана Гриффина в начале недели отправили в отставку. И на его место приходит Док Риверс. И это на самом деле очень сильно всколыхнул мир НБА. Все в шоке, я в том числе. Это у нас получается вообще в третий раз в истории, когда вот команда идет настолько сильно. И команда меняет тренера по ходу сезона. В первый раз это был Джек Маккини, конечно же, в Лейкерсе. В сезоне 79-80 года. Тогда, конечно же, была логичная причина, почему это произошло. Потому что человек попал в аварию и там нужно было менять. Поэтому вопросов не было. Лейкерс стали чемпионом. В следующий раз, когда это произошло, это сезон 2015-2016. Когда Дэвида Блата из Кливленда турнули. Тогда команда тоже шла с результатом. Сопоставим с тем, что Милуоки сейчас показывали. То есть у Милуоки в момент увольнения было 30 побед и 13 поражений. У Дэвида Блата тогда было 30 побед и 11 поражений. И тоже команда тогда пришла к чемпионству. В любом случае, то, что произошло, это, конечно, поражает воображение наше. И сперва хочется, Андрей, у тебя спросить вообще, какие у тебя общие впечатления от этой ситуации. Ну а какие-то нюансы и аналитические все эти истории, которые могли всю эту историю спровоцировать. Мы будем копаться позже. Давай вот пока по эмоциям. Как ты ко всему этому отнесся? Я очень сильно поменял свое мнение насчет Яниса Татакумпа. Я долгое время его очень сильно защищал. Я, как только прогремела новость об увольнении, я, в принципе, не сильно отреагировал. Хотя сходили слухи, что эта история не баскетбольная. Да, это история раздевалки, потерянной раздевалки главным тренером. И вот эта вся история дальше разгонялась. Но меня больше пугает другое. То есть потом появляется вот эта пресс-конфа, где Янис начинает рассказывать «I love this guy». И самое забавное, что он это делает с таким, знаешь, выражением лица. Я не знаю, матюгнуться, не матюгнуться как бы. Но вот чувак, видно, что пиздит. То есть вот ты видишь, что человек сидит, и просто тебе целый дуршлаг всех макарон, которые у него имеются дома, он тебе все это на уши вываливает. Что, мол, да, я его на свадьбу позвал, он отличный парень, все шикарно. Только когда ты смотришь, как это увольнение происходит, как команда в первый же матч, когда Джо Пранти становится исполняющим обязанности, как команда скачет как ненормально, вот в этом даже не хаби, а просто в кружок они встали, начали радоваться. Это выглядит все достаточно лицемерно, странно. И как и в случае, там, если с Дэвидом Блатом я хотя бы понимаю, да, историю того, что Леброн Джеймс понимал, там, как команда строится и что делается, хотя тоже мерзкая. Ну, я думаю, многие согласятся, что это такая неприятная история. То есть здесь это ничем не обусловлено и, самое главное, ничего не гарантирует. Потому что Милвоки в прошлом году в финале НБА не играли, в отличие от Кливленда, который там развалился на финал 15-го года. У них там поломался Кайри в первом матче. У них до этого выбыл из серии с Бостоном Кевин Лав. И команда там не в полном здравии была. Поэтому на второй год там финал возвращалась уже. А здесь Милвоки пересобрались, о чем мы сейчас будем говорить. Они по-другому стали выглядеть. И решили двинуть главного тренера в тот момент, как только у них все стало налаживаться. Очень много вопросов. И очень много таких вот неприятных ощущений касательно главного игрока, лидера команды Милвоки Бакс. Да, тут сработал эффект домино, мне кажется, в истории с Милвоки. То, что были приняты несколько не самых правильных решений один за одним. И я даже не говорю там про обмен Лиларда на Холиде. Потому что я все еще отказываюсь признавать этот обмен провальным. Дать надо этой команде годик-два, как минимум, чтобы потом судить. Пока очень рано. В плане тренерских перестановок, я думаю, уже можно делать какие-то выводы. Если вы претендуете на роль контендера и там очень сильно хотите бороться за чемпионские гайки, нанимать тренера-новичка, который при этом у вас до этого не был в тренерском штабе, это очень опрометчиво. И в целом про это говорили даже летом. Это не новость. И посмотрев на работу Гриффина, я попозже выскажу какие-то тезисы относительно всего того, что происходит. Но вот сейчас найм Дока Риверса. С одной стороны, на рынке опций лучше не было. За исключением Буденхольцера, которые, наверное, после того, как с ним летом расстались, ну, определенно бы не захотел приходить Милоки. К тому же все равно ему Бакс платит денежку все еще. И вот так совпадает, что сейчас на данном этапе Милоки аж трем тренерам будет одновременно платить деньги. И Буденхольцеру, и Гриффину, и теперь вот Доку Риверс, который на секундочку заработает за следующие три года 40 миллионов долларов. Мне кажется, что Док Риверс, даже если бы не было мира НБА, он бы стал бы идеальным, я не знаю, адептом какой-нибудь Блиновского условно, идеальным инфо-цыганом, который продавал бы просто воздух за очень большие деньги. Забавно вообще, что Док Риверс, на самом деле, мне кажется, теперь будет самым высокоплачиваемым ассистентом главного тренера в истории человечества, потому что для меня очевидно, что тренерские все на себя обязанности будут брать Дэйв Йоргер, который был в тренерском штабе и Филадельфии до этого, и вот теперь с Доком Риверсом снова будет работать. В любом случае, ладно, на рынке, наверное, никого лучше не было, а Джо Пранти решили не оставлять просто потому, что, наверное, тому же самому Янису Лилардом это все не нравилось. В истории с Гриффином сразу было много непоняток, начиная с этой истории, как Терри Стотса убрали перед стартом сезона, и это сразу как будто бы могло породить недовольство Лиларда конкретно Гриффином, потому что Терри Стотс много лет его тренировал в Трелл Блейзерс, вроде как они оба были друг другом довольны, и вот, видимо, там Гриффин как-то не смог личностно состыковаться со Стотсом. Потом было много историй по ходу регулярного чемпионата, когда, например, из раздевалки доносились какие-то слухи, например, как после полуфинала внутрисезонного турнира, когда Бобби Портис в открытую тыкнул Гриффина лицом в его какие-то тактические проигрыши своему коллеге, и опять же, это все вылезло, и это о многом говорило. По поводу Яниса, я с тобой согласен, я тоже его защищал, и в этом году, ну, слишком много за ним историй таких, прям шлейф тянется с не самым приятным запахом, начиная от истории с мячом в игре против Индианы, заканчивая даже вчерашним поединком против Новоролиана, где в конце игры Наджи Маршалл не попадает штрафной, Янис просто, как я не знаю, клоун какой-то на скамейке прыгает, снимает там на свой телефон все это. Это просто выглядит очень странно и надменно, как будто реально Янису прям какая-то звезда в голову ударила, хотя вроде он далеко не первый год на таком высоком уровне. Не знаю, в общем, это парадокс поведения греческого баскетболиста, однако, что хочу сказать, я бы не стал все шишки сбрасывать на Янис, потому что мне кажется, что да, это немножечко лицемерно с его стороны звучит, что я там его на свадьбу к себе звал. Кому вообще, какая разница, кого ты звал на свадьбу? Факт стоит с фактом, что клуб танцует вокруг тебя, дружище, и вокруг тебя, в принципе, вообще вся эта история затевалась. По слухам, ты не хотел себе летом нерса в команду, потому что, наверное, у тебя обидка с 2019 года осталась, что он тебя остановил на пути в финал. Не знаю, но если это правда, то это просто максимальная глупость, потому что в тот момент нерс был самым топовым вариантом, и я думаю, его работа сейчас в Филадельфе подтверждает то, что на Милуоке сейчас могли бы быть, ну, может быть, даже и получше Босна, как бы это ни звучало, учитывая высокий уровень Селтикса в этом сезоне. Возвращаясь к всей этой истории, я думаю, что не Янис был главным источником недовольства, и даже не Лилард. Мне кажется, это вполне мог быть Брук Лопес, как бы это парадоксально ни звучало. В Милуоке никто не будет строить команду вокруг Брука, но если мы возвращаемся к игровым аспектам, а не около баскетбольной тематики, то, мне кажется, вот самое большое недовольство в изменениях в игре Милуоке мог испытывать Брук Лопес с точки зрения защитных схем, потому что все мы знаем, что Эдриан Гриффин пытался отойти от излюбленного в Милуоке на протяжении последних лет дроп схемы, когда Брук в целом обороняется ближе к кольцу, они выходят на дугу. В этом году Эдриан Гриффин его часто заставлял выходить на шаг, на два, еще выше, что приводило к тому, что Милуоки на пик-н-ролл жестко напихивали. Да, они никогда не были в этом аспекте очень сильны, то есть, например, в прошлом году они были 20-ми по защите пик-н-ролла за год до этого 24-ми, еще за год до этого 17-ми. В этом году они 27-ми, и, в принципе, это неудивительно, потому что в основном в пик-н-роллах бьют у них в боллхендлера, у них в этом плане на защите стоит либо Бизли, либо Лилард, и неудивительно, что против них чаще всего это все используют, они 30-е с точки зрения вообще количества атак пик-н-ролл боллхендлера против них, и при этом против них 27-я реализация, почти по одному очку за такое владение набирают. Неудивительно, что Гриффин пытался отойти от этой схемы, потому что одно дело играть дроп, когда у тебя в защите обороняется там Дрю Холидой, который может обходить заслоны и сзади какую-то борьбу навязывать. Другое дело, когда ты играешь дроп с Лилардом и с Бизли. Уважение Гриффина за то, что он попробовал это сделать, но не уважение за то, что он не смог как-то доходчиво донести свои мысли, мне кажется, до игроков, потому что очень часто, даже при просмотре игры Бакс я наблюдал, как Брук прям очень в открытую негодует, прям в сторону скамейки указывает пальцем, вот там в какие-то неудачные владения он прям тыкал Эдрину Гриффину и говорил, типа, дружище, смотри, это срань не работает. И мне кажется, что просто слишком многим игрокам Эдрин Гриффин не зашел с точки зрения тех схем, которые он оигрывал, особенно в защите, и с точки зрения построения межличностных отношений. Как тебе мой тейк на эту тему, и согласен ли ты, что в целом-то ни в одного все Яниса упиралось там изначально? Безусловно, в игроков, знаешь, я про Яниса, просто это человек, который, во-первых, отвечает за остальных, все-таки как лидер команды, и я с тобой согласен, что это игровая история, именно игровая, в смысле баскетболисты, игроки, спихнули главного тренера, это супер очевидно. Я не буду говорить, кто был последним, знаешь, вот этим, последней вот этой доминошкой, которая все в итоге обрушила. То есть, может быть, это действительно Брук Лопес, который мало того, что недовольство высказывал, по-моему, за игру или за две до увольнения Гриффина он вырывал плейбук и начинал комбинации рисовать. Вот это вообще был цирк. То есть вот на это было смотреть уже больно, и знаешь, я не могу винить в этом тренера-новичка, который в Милоке до этого тренировал, только в сезонах 8-9 и 9-9, когда Янис еще там учился, не знаю, писать по-английски. Поэтому здесь история какая? Я не буду вообще ничего про Эдриана Гриффина плохого говорить, потому что, а, ты абсолютно верно все сказал по тому, что команда пробовала. Более того, она же в нападении очень сильно вариативно изменилась, я думаю, тоже чуть позже об этом поговорим. Потому что то, что они играли в начале сезона, как они этот пикин-ролл Янис Лиллард раскрывали, и что они потом придумали, это достаточно хорошая вещь. Я такого давно не видел. Но здесь, когда мы говорим про игроков, про главного тренера, если игроки не уважают главного тренера, они не профессионалы. Потому что человек назначен на эту должность, он может руководить, ты можешь быть с ним не согласен, для этого есть командные собрания, для этого есть ассистенты, в конце концов, руководство клуба. Когда на скамейке начинается цирк, а вот у Миллоки буквально цирк, не только даже с отношением к тренеру, а со всеми теми вещами, которые ты тоже упоминал. Это ведь бред. И маховик вот этот весь начался, вот запустился изначально с истории с Индианы, с сезонной серии. Причем не только внутри сезонный турнир, но и в целом сезонная серия. Команда не понимала, как играть вот эти вот ловушки, потому что у тебя из реально людей, которые могут выйти от обороняться, это либо Джексон, новичок из Юкона, который пришел как бы из чемпионского колледжа, и достаточно откуда же Джордан Хоукинс в Новом Орлеане. Вот либо его куда-то пихать, неопытного, да, на Холибертона там и прочих ребят. Но с другой стороны мы говорим про людей, которые, ну там типа Пэт Коннатон, наверное, и тоже не получающий много возможностей, ввиду того, что Миллоки в этом году играют все-таки такое максимальное нападение, где там Крис Мидлтон даже уже оффбол опция, если он не атакует, если он пытается сам атаковать, он вообще чаще начинает разыгрывать. И у них вот этот пик-н-ролл, он весь строится для розыгрыша, а не для завершения. И то, что Эдриан Гриффин придумывал, это было интересно. А вот то, что команде что-то не нравится, это значит, ну как бы это означает одно, команда непрофессиональна. Человек не может как лидер, знаешь, вот если у тебя команда не уважает главного тренера, с тебя как лидера первый спрос. Вот почему я на Яниса все равно как бы накидываю, да, вот здесь. И Дэмиан Ливард, который приходит как более возрастной, более опытный игрок, тоже вообще никакой. Поэтому Амилоки, Бакс сами себе усложняют задачу. И выбор Дока Риверса для меня, например, не стал шоком. Потому что проблема, очевидно, во взаимоотношениях игроков и тренерского штаба. Кто самый лояльный к звездам вообще за последние 15-20 лет главный тренер в лиге? Док Риверс, который всегда говорит «Камон, летс го», который занимается их там моральным бустом, и который никогда не заберет у своей звезды мяч. То есть Док Риверс, как главный тренер, всегда был крутой, когда у него была команда таких вот эндердогов, как, например, Клиперс 18-19, до прихода Пиджи и Кавайа, которым давали там 3 десятых на выход в плей-офф, а потом они бац, и в одной отдельно взятой игре против Golden State Warriors величайший камбэк в истории сделали. А здесь, видишь, эта история про то, что они не что-то играть и настраивать будут, они сделают все, чтобы их звезды были довольными. А выиграют от этого они или нет, посмотрим, это вот вопрос их самоуверенности и не более того. Ну, если про оборону говорить, то Риверс, в целом, мне кажется, именно на этой стороне площадки гораздо лучше пытается какие-то тренерские мысли реализовывать, чем в атаке, потому что вот я бы даже посмотрел статистику в разных сезонах Филадельфии, то есть у него в целом в сезоне 22-23 восьмая оборона, в сезоне 27-22 двенадцатая, в сезоне 20-21 вторая, но нужно учитывать, что там еще и Бен Симмонс был, который еще играл, и мы помним, что Бен Симмонс в обороне очень жестко лютовал. Стоит признать, что да, они вторые, но при этом Дог осуществил прыжок на шесть позиций по сравнению с предыдущим сезоном Брэта Брауна, у которого также Бен Симмонс бегал, поэтому если где-то и можешь что-то наладить Риверс своим штабом, то это как раз-таки оборона. Все равно скепсис есть, потому что у Милуоки, мне кажется, самый худший защитный подбор исполнителей, который был у Риверса, ну, со времен, я не знаю, даже не знаю, когда вспомнить. Орландо? Орландо с Макгреди? Ну, можно даже сказать, что Клипперс последних сезонов, потому что мне там не нравились в обороне ни Гриффин, ни Рэддик, там только Данер Джордан, в принципе, что-то пытался, как мне кажется, с Люком Баамутой, но может быть даже и Орландо, может быть и твоя правда. Относительно атаки, вот ты сказал, что Гриффин что-то довольно эффективное строил, и если посмотреть по всяким вот разборам плейтайпов разных, действительно, в этом есть зерно истины. Милуоки, на удивление, не так часто приходили к изоляциям, они лишь девятые по использованию этой тактики, и при этом они неплохо реализуют. Шестые по реализации, больше одного очка за владение такой. Эффективный транзишн, они вторые в лиге по количеству очков за быстрый отрыв в 1,22. Ну, опять же, этого большого ума, наверное, не надо, когда у тебя есть Яниса Дадекумпа, которому иногда и три шага разрешают пробежать, да и в целом у него один шаг размером, я не знаю, с одного лежачего Дэмина Лиларда, пусть будет, да, по размеру. Но у них мало эффективного спотапа было на удивление, потому что, мне кажется, у них под этот набор исполнителей, в принципе, и Бизли, который, по-моему, реализует лучше всех в ассоциации угловые трехи, и Лилард, который, ну, в любых обстоятельствах хорошо бросает, как бы это банально не звучало. И в целом у них, он был эффективен, но его мало задействовали, я вот это имел в виду ранее, они 23-е по задействию спотапа. И хендоффов маловато было, мне кажется, что в этом плане разнообразие Гриффин мог внести, потому что было бы неплохо использовать как того же самого Яниса почаще, как Хаба с Лилардом, но, опять же, может быть, Гриффин не активно так раскрывал свои карты вообще перед плей-офф, и поэтому было мало вот этого их пик-н-ролла высокого, да, который начал активнее задействоваться, наверное, с игры 20-й сезона, плюс-минус. Может быть, в этом заключалась история. У них были невероятно эффективные каты, но, опять же, они в середине поиспользованию в этом плане. И в целом, вот даже если брать какие-то изоляционные владения, мне иногда казалось, что как Гриффин располагал игроков, это было не самым лучшим способом. То есть, например, там Янис и Лилард атакуют с левой или с правой стороны, регулярно в углу игрок был, то есть нет бы его убрать в другую сторону. В общем, даже несмотря на то, что у них вторая атака в этом сезоне после Индианы и там исторические цифры, мне кажется, это даже было лучше реализовать. Согласен ли ты с этим или нет? Слушай, по поводу хенд-оффа я, кстати, не очень согласен, потому что они же идею другую катали. То есть, во всем остальном, да, в том числе, ты очень хорошую вещь заметил, что они высокий пикин-ролл стали играть. Наверное, даже чуть пораньше, потому что у них старт сезона был 5-4, там сразу все стали говорить, ну вот, Миллоки не работают, Лилард там не может себя реализовать. Нормальный у него действительно старт сезона был достаточно скомканный, смазанный, по эффективности слабый. Но, если мы говорим про то, что поменялось, они же Лилард, и вот Лиларда гоняли для пикин-роллов не для завершения Янисом, не для завершения Лилардом, а для того, чтобы на пикин-ролле как минимум три игрока команды соперника в защите оказывалось. Потому что это пикин-ролл, против которого тебе очень тяжело играть по идее, да, вот эти гигантские шаги кузнечика Яниса, Лилард, который может бросать в трех, наверное, метрах от трехочковой линии, и тебе против этого пикин-ролла стандартных двух защитников даже с хорошим разменом будет недостаточно. Чтобы правильно опекать, тебе нужен страхующий игрок между, который будет в случае чего на Лиларда подниматься, да, и пытаться вот этот трэп ближе к центру площадки сделать, либо нужно Яниса страховать с углов, и то есть на углах будут люди открываться. И таким образом, что придумал Эдриан Гриффин, давайте через пикин-ролл играть после размена разыгрывать комбинации. То есть у них пикин-ролл был для того, чтобы начать комбинационный баскетбол. И после этого мы чаще всего видели загрузку либо в угол, там, на Маликов Бизли, на Крисов Миддлтонов и так далее, либо мы видели, как баскетболисты типа Конотона, типа того же Яниса, типа Брука Лопеза, Бобби Портиса, они играли на катах. Они, как только видели, что вот при этом пикин-ролле высоком играется странный размен, они сразу же начинали движение, и, например, разыгрывать вообще мог выдавать передачи после этого Крис Миддлтон, у которого на самом деле там в отдельных играх было по 10-12 передач в этом году. И все восхищались, вот как все поменялось. А все дело в том, что пикин-ролл не был создан для того, чтобы завершали Янис и Лилард сразу же. Это все было сделано для розыгрыша, и это было очень хорошо, это неожиданно было. Но вот команда, видно, решила пойти дальше. Есть ощущение, что Янис еще был недоволен в середине вот этого отрезка, который сыгран был. Янис был недоволен тем, что у него слишком сильно мяч забрали. Если ты обратишь внимание на Юзыч вот по сезону, у Яниса он в последних 15 матчах настолько вырос. То есть вот буквально после там инсизм-турнамента у них какой-то скандал был 100%, и Янис обратно себе мяч вернул. Причем у него Лилард в команде появился, не пропал никуда Крис Миддлтон, Юзыч все равно 30%. Но это неадекватная хрень, и очень странно, что Янис вот это все продолжает гонять. Я в таком случае вот в Милуоке, честно говоря, не очень верю, к более предсказуемому. И не то, чтобы Док Риверс когда-то в нападении рисовал что-то уникальное. Даже чемпионский Бостон был просто слишком хорош, чтобы против него играть, но он не был каким-то гениальным по построению комбинаций. То есть он не был каким-то гениальным с точки зрения игры. Он просто был очень-очень талантливым по своему основному костяку. Ну, я думаю, тут у него сейчас такой будет подбор исполнителей, что в целом даже отсутствие каких-то креативных идей в атаке Риверс не сильно на самом деле ударит по атаке Милуоке, потому что у тебя есть Янис, который в силовые проходы будет долбить, долбить, долбить и набирать свои там 30 очков стабильно вообще никаких проблем. Также, мне кажется, одна из вероятных причин недовольства вообще Гриффином со стороны Лиларда того же самого, то что не так активно, как ему бы хотелось, мне кажется, его использовали в ситуациях пик-н-ролл, где именно Булхендлер завершал. Но он набирал больше одного очка за такое владение в целом. И вообще все Милуоке, они первые в ассоциации по реализации таких моментов, при этом они лишь 14-е по использованию такой тактики. Сам Лилард, если брать, то он 8-й по владениям вообще в ассоциации. Кто-то скажет, ну нифига себе, а что ему еще больше нужно? У него 10 таких владений за игру. У лидирующего Дончича там 12, условно говоря, у Трея Янга 11,5. И стоит сказать, что в топ-15 по количеству очков за такое владение Лилард был пятый. И в целом мне кажется, что Лиларду реально хотелось больше просто это делать. И если есть человек в ассоциации, который даст ему больше это делать, то это как раз Кидо Кривис, потому что он просто будет либо в падлу что-то новое придумать, либо он просто на это не способен. Также, что хочется сказать по Лиларду, я просто столкнулся с такой большой атакой на Лиларда на просторах там РУ-сегмент, по крайней мере, болельщиков с НБА. После того, как он попал в стартовый состав во многом благодаря голосованию болельщиков, потому что там выше него был Трей Янг, которого, ну, ни игроки, ни СМИ точно бы не выбрали в старт. А Лиларду попал за счет голосования болельщиков. И вот там говорят, вот, у него мусорный сезон. Я не согласен с этим. Безусловно, если брать чисто игровые качества, я бы предпочел в старте увидеть там того же самого Брансона. Я об этом в прошлом выпуске с Гошей говорил. Если не слушали, обязательно послушайте. Но в целом Лиларду проводит не такой уж плохой сезон. Да, у него по процентам в этом году не самый сок, мягко говоря. У него 42% с игры, 35% из дуги, даже чуть поменьше. Если вот основываться на процентовках, то вот этот сезон у него, ну, довольно плохо, хуже были обстоятельства у него в сезоне, конечно, 21-22. Но там он направился в 29 игр, у него там травма была, которая вроде как влияла на его игру. А так в целом, да, за последние, там, я не знаю, лет 8, наверное, это с точки зрения эффективности Лиларда худший сезон. Но при этом стоит отметить, что Лилард брался в основном Милоке ради клатча. И в плане клатча, мне кажется, Лилард полностью оправдывает решение выменять его себе. Потому что у него 23 клатча в этом году, 18 побед, 5 поражений в них. Вообще, среди всех игроков он пятый по среднему количеству очков. Ну, среди игроков, которые провели больше 10 клатчей за сезон. У него 4,3 очка за вот клатчи. При эффективности 46% с игры, 35% из Дуги, 96% в линии штрафных. То есть, он в клатч играет лучше, чем вообще в среднем по сезону. У него наибольший плюс-минус среди игроков, сыграющих больше 10 клатч в сезоне. Плюс 3,1. И в целом, как бы, вот за это Лиларда стоит похвалить. Но еще тем, который хотел бы затронуть, это Миддлтон. Мне интересно твое видение по Миддлтону, потому что в целом у него сезон такой омраченный восстановлением от травмы. По сезону у него 26 минут в среднем. Но стоит отменить, что в последних четырех играх Миддлтон уже в среднем бегает 33 минуты. У него 20 очков, 5 подборов, 5 ассистов, 2 перехвата. В этих играх при процентах 47% с игры, 36 из Дуги, 86 с линии штрафных. Понятно, что в случае Криса ни в коем случае нельзя рассчитывать на то, что он будет полностью здоровым долгое время. Но если он будет сохранять вот эту вот свою поступь, которую он набрал в последних играх и там, дай бог, со здоровьем у него все будет в порядке, то это очередное усиление Милуоки в игровом плане. Что тебе есть по Лиларду и Миддлтону добавить? И в целом потом у меня будет один мини-мини вопросик и будем уже перетекать к другой команде. По Лиларду кратко я не удивлен, что его в старт поставили. Никогда не видел, чтобы отдельно писали «Ой, у этого игрока столько-то выхода в старте матча звезд». Все пишут просто сколько у тебя поездок на МВЗ. То есть количество стартов это считает, когда надо посчитать сколько Леброн раз подряд вышел, чтобы очередную его уникальность подметить. Когда мы говорим об игроках на МВЗ, Брандсон туда поедет. Вот я Бухтеня тоже, как и ты, не понял. Потому что Лилард просто очевидно по длительности карьеры и по своей звездности в целом, по своему имени баскетбольному он очевидно выше находится, чем Джиллен Брандсон. Поэтому тут даже говорить нечего и удивляться нечему. Как бы Брандсон здорово в этом году не выступал. Про Миддлтона я не хочу брать выборку последних пяти матчей. Два Детройта, Кливленд, которым они, кстати, проиграли, и Кливленд, который тоже, знаешь, у Джейби Бикерстаффа отобрали лишние педали, посадили его из гоночной механики за автомат, не знаю, Део Матисса и вдруг резко все поехало. Конечно, у кого у тебя два игрока, там рисовать комбинации гораздо проще. Поэтому, когда Милуоки проигрывают Кливленду и причем там какие-то хорошие цифры у Миддлтона, я бы делил это на два, потому что в целом Миддлтон на обеих половинах плохой. Объясню почему. Крис сам себе перестал на такой же эффективности создавать броски, то есть если мы берем там одно дело с получения, что очень сильно развязало ему руки из-за прихода Дэмиана Лиларда. То есть Лилард прям очень помог своим присутствием, он действительно очень здорово вкладчик решает, но если мы говорим про Криса вчистую, без взаимодействия вот этих сложных, без пикинролов, без прочей истории, Крис, конечно, смотрится так себе, про защиту тем более. А тут у меня большой вопрос, насколько хватит Лопеза, потому что все еще главнейший игрок это Брука в этой команде, и все, что там хорошее есть у таких игроков, как Миддлтон, Малик Бизли и так далее, это все благодаря Бруку, который реально объем работы в этом году еще увеличил. В прошлом году он умер где-то на 70-й игре, то есть когда там травмировался Янец в серии с Майами, Лопез просто физически не готов был в 35 лет бегать вот с Джимбо, Бэмом и так далее. А здесь сейчас еще работы больше стало, он еще на год стал старше, не представляя, как это все будет дальше, Миддлтон уже трупешник. То есть Миддлтон, к сожалению, не такого запаса по таланту, не такого запаса по физике игрок, чтобы сказать, слушайте, да мне по барабану, что у меня тут за травмы были, я сейчас выйду и все порешаю. Вопрос будет только в роли, то есть если Док Риверс только какую-то особенную ему роль придумает, и мы по цифрам увидим какой-то буст, но это будет зависеть от Дока, как он вот, как звезде, а Крис Миддлтон все-таки звездный игрок, как ни крути, с поездками на All-Star в том числе. Поэтому посмотрим, что из этого будет придумано. Слушай, по поводу Лопеса я с тобой согласен, потому что на самом деле среди игроков стартового состава у Лопеса наименьший он-офф показатель, и в целом визуально я отчасти эту тему касался уже до этого, но у него мобильность приубавилась, и в целом это то, что я ожидал от Брука, потому что все-таки мы говорим про человека, который играет на позиции, где возраст, как мне кажется, сильнее всего бьет, ему 36 лет будет в апреле, то есть он в этом году будет выходить в плей-офф уже максимально преклонным для своей позиции возрасте. Для меня ожидаем спад в игре Брука, будем наблюдать, а по поводу Миддлтона, слушай, я тут даже не на упор делаю, не на его цифрах и статистике, а в том, что он начинает вывозить больше количества минут, для меня это самое главное, а не то, что он там 20 очков набрал в Милуоке и без него есть кому набирать, для меня вот именно главным индикатором того, что Миддлтон может дать буст этой команде, то, что он просто стабильно нормальную минуту должен проводить, а не в том формате эконом, в котором он заходил вот в старт регулярки. Есть опасения, что 30, там практически трехлетний Миддлтон, а Янису, которого медицинская карта за последние три года увеличилась в пять раз, Дэмиан Лилард, который далеко не самый здоровый, тоже там идет к 34 своим годам. Брук Лопес, ну, то есть, ты понимаешь, о чем я. Они все сейчас перестанут бегать на эконом минутах, тем более при главном тренере, который не любит играть глубиной, никогда не любил. Я вот, понимаешь, это та самая история, когда мы говорим, ну вот, если они там травмируются, все, но здесь все идет к тому, что вероятность травмы и риск травмы нескольких игроков сразу, он возрастает, в том числе у Криса Миддлтона, ты правильно подмечаешь про минуту, все верно, но я не вижу в этом положительной тенденции, понимаешь, буст он даст, пока он будет здоров, он даст буст, конечно, но на сколько его хватит, это будет чудо, если никто из них не сломается хотя бы к финалу конфлик, куда они, ну, типа там, дойдут, например. Окей, да, ну и стоит отметить, что семиматчевая заруба Милуоки против Филадельфии, при том, чтобы Милуоки вел 3-1, и седьмая игра, ох, вот это, конечно, был бы супер сценарий, ради которого я бы от многого в своей жизни отказался, чтобы увидеть, но посмотрим, последняя мини-темка по Милуоки, и тут я, наверное, выскажу лишь один тезис, потому что в основе своей я два выпуска назад, когда мы с Джерри Бикера рассматривали главный кандидат на обмен, высказывался, обмены с Милуоки, Пэт Коннота, но абсолютно очевидно, может пойти под нож, потому что у него и контракт на 9 миллионов, и в целом он подсдал, немножко я про это говорил, но вот за последние, не знаю, несколько недель, что я за Милуоки слежу, мне уже даже не жалко будет отдать и Бобби Портиса, у которого помимо этого года контракты еще два года, у него, да, там есть опция игрока в сезоне 25-26, и вообще стоит вообще рассказать слушателям про забавную историю, то, что приход Риверса уже негативно сказано на Милуоке, потому что пошли слухи того, что они могут отдать бета Коннота в Портленд, а оттуда забрать Матиса Тайбуля, но сразу же возникли слухи по поводу того, что Тайбуль такой, ребят, у меня есть право вета на обмен, так как мне оффершит давали летом, и как бы годик, у меня такая привлегия есть, и когда я играл в Филадельфе под доком Риверса, мне что-то вообще нихера не нравилось, поэтому даже если заходить меня в контендер и с танкующей командой менять, я, наверное, право вета воспользуюсь, это, наверное, единичный случай в эстации, но все равно забавно говорит о том, как вот найм человека неправильно может даже вот в каких-то других, абсолютно других ипостасях поднасрать своей команде. Как тебе кажется, вот за счет чего можно было бы усилиться и вот по поводу вот Портиса, потому что мне кажется, это отчасти ход Тайк с моей стороны, Портис, Конатон, в чью бы сторону ты бы на месте менеджмента Милоки смотрел? Тебе не понравится мой ответ в сторону Криса Миддлтона. Я бы не смотрел в сторону Бобби Портиса и Пета Конатона в первую очередь, потому что Миддлтона можно куда выгоднее просто выкинуть. А если ты говоришь про Портиса и Конатона, очевидно, что их просто проще обменять будет, потому что контракты меньше, они в районе вот этих вот миддлевелов и там придумываю разные варианты. Я еще такую штуку вкину, не знаю, вот с нее, мне кажется, разговор правильнее вообще начать про обмен. Милвоки Бакс не контендер прямо сейчас. Они в одном обмене от того, чтобы стать контендером. Это может быть обмен ролевика, это может быть обмен игрока, который будет шестым, но они в одном обмене от того, чтобы быть контендерами. Фактически, в регулярке ты можешь как Юта Джаз выиграть, провести лучшую регулярку в своей истории, а потом отлететь от кого-нибудь в первом-втором раунде, что в принципе пока для Милвоки вот такой реальный сценарий. А если мы меняем Портиса или Конатана, вопрос только в том, на кого. И, конечно, тут сюда просят, очевидно, более активный винг, и как будто напрашивается обмен с какими-нибудь Бруклин Нэтс, например, где есть Дориан и Финнисмиты, где есть возможности что-то интересное придумать, и при этом как бы Дориан, и я думаю, ты еще помнишь по Даосу, он все-таки как спейс-криэйтор такой вот для людей типа Дэмиана будет неплохо смотреться. Плюс Финнисмит, ну, более-менее все-таки по атлетизму этой команде будет подходить под плей-офф, если тебе нужно будет носиться с Тейтумами, с батлерами, а там даже если Фила не выкинет никуда Тобайса Хэррисона на истекающем контракте, если он останется, да, они с ним пойдут, это тоже человек, с которым, ну, не так просто будет обороняться, и такой человек, как Дэми Смит, нужен, вот нужно бить в эту сторону, причем Матис Тайбул тоже хороший выбор, даже если мы закроем глаза на то, как он там атаковал Филадельфию, как раскрылся в Портленде резко, нужен человек без явно выраженной атаки даже, то есть про спейсинг это во вторую очередь мы говорим, нужен хороший либо винг, либо комбо форвард, и Бобби Портис в этом плане, он же на ногах достаточно посредственный защитник, он постоянно проигрывает на ногах, он плохо страхует, и Бобби это всегда было про такой пятый растягивающий в нападении, поэтому если нужен обмен, нужен либо комбо форвард, либо винг с хорошей защитой, в идеальном мире это, конечно, не знаю, продать вместе с бусами, с какими-то еще штуками, на Ану Ноби было там два месяца назад, да, чтобы не в Никсон уехал, а в Милбоке, вот представляешь, а Лилард, Янис, Ану Ноби, это вообще страшное дело, всех остальных можно было бы смело под нож пускать, даже Брукалопеза, просто очевидно, что Торонто не нужен был бы, вот, я не верю в молодых людей типа Андре Джексона младшего, потому что каким бы он замечательным ни был, это все-таки игрок, который, очевидно, по скоростям он бы не успевает, то есть вот нужен именно такой баскетболист, который мог бы закрыть вопрос не только по защите на периметре, но в случае смены не стал бы проблемой, я почему подумал, да, не о Винге, а именно о комбо-форварде, то есть вот такой защитный, легкий на ногах, почему это, например, Ану Ноби, потому что Ану Ноби толкается с пятыми номерами, а кто еще в лиге может таким игроком быть, ну вот в идеальном мире Джереми Грэнт, который не грезит о первой опции, но он очень кайфово себя в Портленде чувствует с 10 победами за сезон, поэтому пусть там сидит. Ну да, единственное, что усложняет потенциальный обмен Боби Портиса, что на скамейке людей ростом 6 футов 10 дюймов вообще в целом останутся кто тут, Танаси Дадакумпа, Робин Лопес, который здесь по братской квоте вообще в команде находится, ну такое себе, поэтому в обмен Портиса... Мне нравится, что ты про Робина про братскую квоту сказал, а не про Танасиса. Так это как к ним обоим, конечно же, относится, если что, но в целом посмотрим, у Милоки, конечно, будет очень много задач перед обменным дедлайном, который нужно будет порешать, ну и come on, let's go, посмотрим, что Делк Риверс покажет себя уже вот в который раз, будет интересно за этим наблюдать, этого у команды не отнять. Двигаемся дальше, и тут любимая команда Андрюхи, Miami Heat, и предлагаю начать здесь с обмена, потому что я бы разговор об этой команде раздробил на две части, это обмен и это нынешнее состояние Heat, не самое классное, я бы сказал, обмен сначала, который произошел в начале этой недели с Шарлотт Хорна, в результате которого в команду приехал Терри Розир, а в обратном направлении отправился Кай Лаури с его истекающим контрактом и пик 2027 года первого раунда, но при этом стоит отметить, что он защищен в лотерее, за что плюсик менеджменту Майами безусловно, ну и стоит отметить, что он вообще в Шарлотт попадет только если они реализуют все обстоятельства перехода их же пика первого раунда в Оклахому в 2025 году, чтобы правило Степиана не было нарушено, но это дела будущего, ну а пока как бы в вакууме это выглядит как Розир равно Лаури плюс еще на пик первого раунда. В целом, какие у тебя впечатления, доволен ли ты обменом как болельщик команды и кажется ли тебе, что в целом ты за такой пакет, который Майами отдали, лучшего на рынке ну невозможно было получить? Конечно, не, ну тут это очевидно, тут знаешь в чем проблема? Мне немножко страшно за атмосферу в команде, то есть Кай Лаури же очень близкий кореш Джимбо, и это вообще сейчас не такой минутка не баскетбола будет, но Лаури, который назывался помимо Кевина Лава вот шикарным ветераном в этом году, потому что это вакантное место после ухода Юдениса Хаслимана, такой околотренерский мостик, да, оно освободилось, и вот Кевин Лава и Кай Лаури, безумно вот люблю эти видосы, как Кай Лаури занимается с Хайми Хакизом, и считаю, что его прогресс в этом году это вот процентов на 40, наверное, работа именно Кайла Лаури. А когда мы говорим про баскетбольные аспекты, конечно, Терри Роузир очень здорово сюда заходит, и, например, там многие сказали, вот, все, Майами сразу посыпались, так они до его обмена три матча проиграли и продолжили эту серию уже с его приходом, причем, мне нравится, что по первой игре все стали Терри Роузира оценивать, а он, если что, буквально с самолету на игру поехал. Это обычно мы ждали там день, два, некоторые два матча пропускали, да, после обмена, и не сразу заходили в игру, там с тем же Харденом так же было. После обмена в Клиперс он первый матч не играл, он потом только дальше зашел, они там тоже пять к ряду проиграли и потом начали реорганизовываться. В принципе, Эрикс Пелстро это человек, который умеет организовывать людей, у меня никаких вопросов по трудовой этике Терри нет, потому что он же в Бостоне шикарен был. И действительно, ты прав, что обмена лучше не придумать, вопрос только в том, что делать дальше. Я думаю, мы об этом будем говорить, потому что один из худших вариантов развития событий это сказать, ну ладно, Терри Роузира и Тайлер Хира это хорошо, задняя линия получается по защите плюс-минус как Малик Бизли и Дэмиан Ливер, то, о чем мы только что говорили. Касаемо обмена, что хочется сказать, что действительно, я не думаю, что можно было бы что-то лучше выводить. Я видел болельщиков Майами, которые говорили, что нужно было давать пакет там Хиро Лаури плюс пик первого раунда в Атланту Замюра и Богдановича. Я читал это, я такой, что у вас в головах вам задают пакет, только, я не знаю, дадут какого-нибудь Дандре Хантера и даже не знаю кого, и плюнут на ладошку. В целом, мне кажется, с точки зрения актива, который они получили, это, наверное, больше плюс, чем минус. Есть свои преимущества, есть свои недостатки. Преимущество того, что Майами не хватало человека, который может стабильно бросать. У Розир в этом году, да, пока что в составе Майами за три игры у него 30% реализации, 18% из дуги, но стоит отметить, что до этого в Шарлотт у него было 46% с игры и 36% из дуги соответственно. И в целом, для Майами это очень важный аспект, потому что они по трехам в этом году, да, по реализации у них все более-менее нормально, 37,5% в девятой строчке в ассоциации, но по количеству они во второй половине. И в этом плане Розир может дать дополнительный спейсинг под проходы Батлера, под проходы Адебая, там, или даже там под его игру из хай-поста и Розир был бы очень неплохой оффскрин опции под пассе Адебая, пока там, я не знаю, условный хайсмит как раз-таки этот заслон ставит. Тут смотри, еще момент какой, вот если первый матч видел, Терри же обособленно от команды играет, то есть даже Хира научился гонять комбы, и причем и заводить их, и с комбы резко атаковать, то есть если соперник читает комбинацию, начинает перестраиваться, пока там мутня вся идет ближе к кольцу, Хира либо первый шаг вскрытие, либо джеб-бросок, то есть это все, то делают игроки Майами. Все три матча Терри Розир, к сожалению, ничего не гонял, то есть он периодически гонял Лысого просто без мяча где-то в углу, если он брал мяч в руки, он, к сожалению, пытался просто один в один решать, и огромное количество желания, видно, насколько для него это важный обмен, он же много говорил, что это для него фулл-секл, да, который завершился, типа он был болельщиком Уэйда, несмотря на то, что рос в Агайо, все болели за Леброна, он такой большой болельщик Уэйда, Майами всегда был, это вопрос времени, я не думаю, что это станет большой проблемой, если мы говорим про преимущества, которые Терри Розир может дать, в первую очередь это вариативность для Джимбо в клатче, Джимбо очень сильный клатчевый игрок, мы это видели в том числе в плей-офф регулярно, серия с Милоки вообще у меня теперь из памяти, наверное, он никогда не выйдет, и для того, чтобы Джимбо дальше был настолько же вариативным, ему нужен был не просто 3-левел-скорер рядом, типа Терри Розира, ему нужен был человек, который очень тяжело для опеки будет для размена дальше идти, потому что Терри, на самом деле, для обычного венга, он же очень маленький, он почти 1,80 м ростом, и за счет чего он в Бостоне очень многие вещи реализовал, он для своих габаритов безумно быстрый, он на момент игры в Бостоне был, наверное, одним из пяти самых быстрых игроков в НБА, сейчас парню вот в марте исполнится 30 лет, и он все еще очень быстрый, то есть он реально очень хорош, и Майами этого никогда не хватало, потому что даже Тайлер Хирос со всеми своими заходами, он не очень скоростной игрок, Данкон Роббитсон, ну, спасите боже, тем более, и Майами не хватало вот этих скоростей, чтобы при смене начинался кошмар в защите у соперника, и Джимбо этим кошмаром научится пользоваться, и он умеет им пользоваться, вопрос только в том, что такого игрока не было, был Кай Лаури, который свои огромные попы обычно, ну, где-то перемещался от лицевой до лицевой, ну, где-то секунд 20, вот буквально, поэтому я очень рад, что такой игрок появился, просто все эти плюсы и минусы, которые появляются, Терри, вот, невысокий игрок, теперь нужен хороший, защитный игрок, и ты вот про пакет сказал Тайлера Хира, да, что за него там, ну, как бы, самое лучшее в ладошки в ответ плюнут, но я думаю, что есть, например, сценарий, при котором можно сказать и продать Тайлера Хира, как, типа, вторую какую-нибудь звезду в команде, сказать, что это молодой игрок, сказать, что это игрок, вокруг которого, типа, что-то можно начать строить, потом себе там, типа, франчайзы где-то найти, а и обменять куда-нибудь его в Бруклин, где, ну, судя по всему, скоро будет тоже распродажа. Ну, Хиро плюс Кэм Томас, это, конечно, в обороне будет еще веселее, чем Терри Розир, плюс Хиро, не знаю, но в целом, как вариант, там, Хиро отдать за Финни Смита, за, не знаю, там, кого еще на 10 миллионов у них, ну, Дин Уиди, наверное, как будет, такой зарплатный, вообще, в целом, фонд, да, филер, именно так, не знаю, но сочетание... если что, у Хиро, у Хиро тридцатка, контракт, то есть, и он как раз, есть ощущение, что, ну, вот представь, Данкан Робинсон проводит лучший сезон в карьере, есть Йович, которого, скорее всего, будут обменивать, а если обмен будет, Йовича обменяют, то есть, Хакис, после того, что он выдает, и после того, как он выглядит, как топ-3 новичок в лиге, Хакис не прикасаем, то есть, за Хакиса, только если там топ-10 игрок НБА прямо сейчас идет. Вот я больше, чем уверен, что Пэт Райли, который и так не очень любит обмены, в сезоне, и обменивали из Филадельфии себе батлеров в 19-м году. Поэтому здесь, когда мы говорим про вот ближайшее время, я реально, может быть, я как болельщик здесь, ты меня сейчас сразу осадишь, но я считаю, что есть процент вероятности на то, чтобы попробовать себе добыть игрока калибра. Лаури Марканин Бьюти, а, например, там Микел Бриджес в Бруклине. Я считаю, что это можно продать под тем соусом, что Тайлер Хиро, 24-летний, сейчас начнет заходить в прайм и будет игроком, типа формата, там знаешь, в свое время Брэдли Билла. То есть это такой около-уллстарный, возможно, уллстарный игрок, если у вас все правильно по команде будет собрано. И вопрос только в том, а вот получится ли за, ну, грубо говоря, других просто генменеджеров как-то подобмануть, чтобы это сработало. Потому что Тайлер Хиро, очевидно, в Майами, но он уже свой максимум показывает и вряд ли дальше больше будет. Хиро нужно обменивать. Вот если ты меня спросишь, кого нужно менять, что дальше менять. Если вы добыли себе Роузира и хотите с ним, ну, двигаться куда-то, нужно менять Тайлер Хиро. Это первый вопрос, который нужно решать. С Марканином и Бриджесом, к сожалению, для тебя без шансов, потому что, если посмотреть по вашим пикам, пик 24-го вы, по-моему, не можете отдать из-за того, что с 25-м нужно что-то с Эклахомой мутить. 26-й на него отчасти условия 25-го года перетекает, потому что он тоже пока недоступен для обмена. Степенрул, да, Степенрул, вот эта тема. 27-й, 28-й, абсолютно та же самая идентичная история после обмена Шарлотт, и получается, что у вас в доступе сейчас один пик первого раунда. Но никто, здравому умению, отдаст ни Марканина, ни Бриджеса, ни Мюрре, в чью сторону я бы, на самом деле, в идеале бы смотрел на месте Петтера или... А почему? А Дежон-то типа из-за защиты, да? То есть, именно для того, чтобы все это страховать. Ну, он более продвинутая версия, на мой взгляд, от Разьер в атаке и в защите гораздо лучше, который больше подходит под вообще стиль игры Майами. И в обороне-то у вас самые главные проблемы. Но мы до этого дойдем, просто чтобы зациклить разговор про обмен. Я считаю, что по поводу Лаури вообще не стоит никак себе голову пеплом посыпать. Кроме того факта, что ты сказал, что он там на молодежь благоприятно влиял, окей, может быть. Но в новом году у Кайла в Майами 9 игр, за 24 минуты в которых он набирал там 4,5 очка, попадая меньше 30% с игры, меньше 16% из-за дуги. У него было там 3,5 ассиста почти что на 2 потери. В общем, с игровой точки зрения потери Лаури вообще никак не ударит по хим. И никак не почувствуется, конечно. Но обмен вот Разир, я как-то сказал про его плюсы. Действительно, с игровой точки зрения Разир в оптимальных кондициях, он под Майами неплохо подходит. Но вот с точки зрения его контракта, у него еще соглашение помимо этого года еще на 2 года. И уже получается, что в следующем году Майами будет торчать ну минимум 180 миллионов своим игрокам, 11 игрокам. Потому что я уверен, что и Калиб Мартин после провального сезона подберет свою опцию игрока на 7 миллионов. Кевин Лав, которому уже там под 40 лет, с 4 миллиона, но ему никто больше не даст. Джош Ричардсон и Томас Брайант после этого сезона вообще будут должны благодарны Майами за то, что не дали им опции игрока на следующий сезон. Потому что в целом то, как они... Ну Ричардсон неплох. Ну Ричардсон неплох. Ну он получше. Просто Томас Брайант оказалась, знаешь, самая моя большая недооценка по Томасу Брайанту оказалась, я радовался, что его добыли, потому что не было большого игрока у Майами хорошего. А знаешь, чем самая большая проблема? Он тупой. Он вообще не понимает, что от него требует. Он вылетел из ротации. Томас Брайант провел в этом году лишь 24 матча. У него нет большой травмы, у него нет больших каких-то там проблем. В среднем за игру человек проводил порядка, там, скольки, 12 минут. Ну то есть с Томасом Брайант даже 10 на самом деле, чуть больше 10. То есть когда мы смотрим на Томаса Брайанта, мы понимаем, что в Майами недостаточно быть просто хорошим трудягой. Ты прям реально должен как игрок очень неплохо баскет понимать. Очень хороший показатель. Ричардсон не так плох, если мы не говорим там про его именно завершение, а про то, что он дает с точки зрения командной защиты, с точки зрения того, что он пытается давать с точки зрения обострений, да, особенно на катах в 30 лет, у него там ноги в порядке. Меня это впечатлило. Джош хорош. Ну, у Ричардсона все еще он-офф рейтинг минус 7,5, но мы на эту тему в прошлый раз, когда приходил ко мне в ноябре, обсуждали, поэтому не будем по второму кругу пускать все это. А так, в целом, тот факт, что Майами уже в любом случае в следующем году будут, наверное, ну выше первого Апрона, может быть, даже выше второго. Это просто впоследствии ударит по возможностям усилять эту команду вокруг Баттлера. Вот. Давай теперь до последних выступлений Майами дойдем, да, шесть поражений подряд, и как ты думаешь, что вот прям произошло ровно до этого момента, ты как болельщик, наверное, обратил на это внимание, то, что это произошло сразу же после того, как сломался Хайми Хакис. Я не к тому, что Хакис генерирует победу для Майами в одно рыло, нет, ни в коем случае, просто забавное совпадение. Если же абстрагироваться от этих шести поражений подряд, то можем взять спектр пошире. 15 игр, за последние 15 игр у Майами 5 побед и 10 поражений. Они на определенном этапе сезона были четвертыми восточной конференции, вот они вскарабкались, сейчас они снова опустились на седьмую строчку, 24 победы, 22 поражения, и кто-то может сказать, что это стабильная рубрика ежегодная Майами в жопе, которая происходит стабильно в январе-феврале, а потом Майами залазит в финал конференции как минимум, принимается, но в любом случае проблемы сейчас у команды есть, и это даже учитывая тот факт, что в последних 7 играх Баттлер, да, кто-то может сказать, что это все из-за того, что Джимми Баттлер как бы балду гоняет, у человека 21 плюс 5 плюс 4 плюс 2 перехвата при 58% с игры, 54% из-за дуги на двух попытках и 88% с линии штрафных. Да, кто-то может сказать, что это не тот Баттлер, который в плей-офф там, ну, рвет жилы и выдает там игры на уровне Майкла Джордана, но если он сделает это так, рушит весь сезон Майами, поэтому, ну, как бы дело точно не в Баттлере. Дело, конечно же, в ваших каких-то защитных редутах и в целом проблемах, потому что за последние 3 игры, вот, давай возьмем, опять же, мы, я буду вот, когда Майами стоит обсуждать, прыгать от последних 3 игр, потому что это те игры, в которых Розир играл, 6 игр, потому что вы проигрываете их подряд и 15 игр для более широкого спектра. Так вот, давай начнем с чего-то поменьше. Последние 3 игры, ваш Defensive Rating 129. Это просто ужасно. Мы говорим про парочку Hero-Razir, да, в качестве которой, как бы там очень много скепсиса вообще вызывает вся эта история. У них 64 минуты за эти 3 игры совместно на паркете. Net Rating минус 31. Defensive Rating 135. То есть еще хуже, чем у всей команды. То есть действительно, опять же, слишком рано делать какие-то фундаментальные выводы, но первая какая-то такая тревожная весточка, мне кажется, произошла. Если мы возьмем вообще в целом состав из 5 игроков, все-таки, именно Razir, Hero, Highsmith, Battler, Адебайо, ваш стартовый состав, за 28 минут совместно Net Rating чуть-чуть получше, чем у этой парочки, но все равно минус 15 в этих трех играх. Не самая классная история. Давайте возьмем спектр пошире. 6 игр. Хорошо. Здесь у вас уже Offensive Rating худший в ассоциации. 106,5. При том, что у вас 29 оборона с Defensive Rating 124,5. Net Rating у вас минус 18. Для того, чтобы понять, насколько это все херово у Майами, у 29 команды по Net Rating на этом же участке 6 игр Атланты минус 9 с чем-то. То есть разница между 29 и 30 командой, которой Майами является 8,5 очков. Это просто ужас, швах. То есть давай пока вот этот короткий промежуток возьмем. Есть ли у тебя какие-либо оправдания? Видишь ли ты вообще в этом ну хоть какие-то положительные тенденции или в целом как бы просто мы сейчас как два как два песика сидим в избе вокруг огонь и мы такие все очень плохо. Что вот по последним 6 играм есть у тебя сказать? Конечно. Во-первых, если мы смотрим даже не 6 игр. Слушай, проблемы именно календарный год 24-й. Тут не надо 15-й. Еще что-то матч с Ютой был, который был 30-го условно декабря. Он был достаточно неплохим и там скорее Юта, очень здорово смотрится. Майами неплохо там сыграли. Проблема, она кроется в последних 14 матчах. Резко вырастает количество бросков Бэма. Я не совсем понял с чем это связано потому что опять же у команды этот момент даже я как фанат не могу проследить. Кира 27 матчей в сезоне. Бэм 36, Джимми 31. Только Хайми Хакис до травмы ничего не пропускал и сейчас самый играющий игрок в команде. Кто? Данкан, мать его, Робинсон. 44 матча в этом году из которых тема в том, что у тебя в каждой новой игре перераспределение нагрузки опций минуты бросков. И первый, кто пострадал Бэма Дебая, который очень сильно начинал этот сезон. Я думаю, ты помнишь, мы с тобой об этом говорили, что Бэм как будто на новый уровень вышел. Бэм один из самых слабых игроков на протяжении последних игр. А я не могу сказать, что это усталость, наверное, середина сезона, тем более, что Бэм достаточно железный персонаж. То есть именно в плане даже каких-то серьезных травм он очень быстро восстанавливается и возвращается. Тут проблема в том, что у него для центрового, который не бросает трешки, процент с игры порядка 47. Причем проблема в том, что он на ногах безумно тяжелый. В защите огромное количество проблем. Двигаемся дальше. Томас Брайан был взят на то, чтобы хотя бы 10 минут его подменять. В итоге Бэм идет к своим 40 минутам за матч. Ну, на самом деле, там типа 37. Те люди, которые хотя бы ростом 6-9 и выше, там, ну, Кевин Лав возьмем 6-8, Кевин Лав 6-8, Коул Свайдер на двустороннем контракте, дай бог хотя бы, чтобы играл, Никола Йович периодически в G-лиге, Томас Брайан тупой, Орландо Робинсон сырой. Все. Это вся твоя система, при которой команда будет строиться. Очевидно, нужен бэкап большого, потому что больше в восточной конференции сейчас нет такой, знаешь, особенности, а все-таки в матче с Востоком чаще гораздо случались. Если ты играешь против Бостона, где там не Кристофс Порзинг есть главная проблема, а главная проблема в том, что там вся команда габаритная, Джроу Холидей, Деррик Уайт, Джайлен Браун, Джейсон Тейтум, это все лбы, огромные гигантские лбы. Если ты играешь против нынешнего Кливленда, где сейчас развлекается Джаред Аллен, если ты играешь против Нью-Йорка, где появился у Джоану Ноби, и просто он заталкивает всех, он наколотит, я комментировал вчера, там позавчера этот матч, они просто краски сосут, они не могут ничего сделать, Ану Ноби приходит, получает спокойненько мяч, если надо, и с двух ног, с двух рук забивает сверху, как на тренировке, но такое не может быть, Адебай не может один обороняться, и как бы Бэм, еще проблема не в том, что он тяжелый в ногах, а в том, что он уже выполняет работу в защите за четверых теперь, по-моему. То есть Джимбо единственный, кто может тут справляться, и был забавный момент, когда СПО в третьей четверти матча с Нью-Йорком, он же поменял, убрал от Рэндла и от Хартенштайна и от Дебай и поставил его на Ану Ноби, потому что Ану Ноби задавил там в паре владений к ряду Баттлера, Баттлер не справился, Баттлер, мы пришли к тому, что в защите не всех теперь может держать, чуваку 35, Баттлера поставили на Рэндла, потому что Рэндл просто не такой жесткий, как Ану Ноби, очевидно, не такой взрывной по скорости, не такой атлетичный, защита, самая главная проблема Майами, даже не нападение, нападение, там просто Бэма начали бросками грузить, который и так устает в защите, процент с игры падает, все ужасно, в нападении появился сейчас Терри Роузир, если про последние матчи говорим, абсолютно обособлен пока от команды и не совсем есть понимание того, какие взаимодействия строить и что делать. Лучший игрок на этом отрезке, у меня есть предположение, что это Данкан Робинсон, по одной простой причине, он не статистически лучшие цифры выдает, а с той поставленной ролью, которую он выполняет, он выполняет ее на 5 баллов там, из 5, то есть у него 5 Джимми Нейтронов из 5 за выбегание, кат и периодический розыгрыш, он еще и по функционалу вырос, но остальные игроки, они либо как Джимба и Бэм получают слишком много пароли, либо они просто не справляются с какими-то задачами, как Тайлер Хира. Тайлер Хира, я думаю, для тебя это тоже не секрет, он же вообще не справляется со многими задачами, можно сказать, у него уже 40% издали, процент-то хороший, все в порядке, на деле же команду надо прямо очень сильно так вот препарировать, как ты сказал, хорошо, и смотреть, что у них по броскам с получения, что у них по, там, типа, шот-чарту, что у них получается здесь, и мы видим, что даже Тайлер Хира, который там пытается что-то создавать, на деле, как один из теперь основных плеймейкеров команды, он же сильно сыпется, у него 2,5 потери на 4 передачи, это так себе показатель, очень так себе, рядом есть Бэма Дебая, которого уже все знают, как держать, и, к сожалению, СПО ничего нового не придумал, а у Дебая, для того, чтобы разбить какие-то защитные редуты соперника, у него не появился дальний бросок, мы, как бы, наверное, не должны, типа, от Дебая, как мне часто говорят, просить дальний бросок, но мы пришли к тому моменту, когда вся лига знает, что делать против Дебая, и ничего нового, именно с точки зрения организации атаки, он не предлагает, Джимбо становится слабее, старее, это нормально, ему 35, Батлер, чувак, который себя изнурил тренировками, есть ощущение, что через год-два с учетом хроничек по стопе и колену он просто может закончиться, как это было с Коби, поэтому, когда мы говорим о Майами нынешних, их проблемы строятся в том, что у них ресурс, он либо строится на том, что нам повезет, и Хейвуд Хайсмет будет самым положительным плюс-минус персонажем, кстати, я думаю, что если ты сейчас посмотришь, а вот в этих всех пятерках и историях Хейвуд Хайсмет реально будет одним из самых положительных игроков, потому что с точки зрения вот этих пятерок, и того, что там человек на он-оф дает, у него реально хорошие показатели обычно были, а если мы смотрим на людей типа Джамала Кейна, на которого там какие-то, знаешь, ставки делались, Арджи Хэмптон, это все очень сырое, и это все не про этот год, поэтому обмен Терри Роузира это хороший обмен, просто нужно дальше что-то делать с Тайлером Хиро, и за Тайлера Хиро получать минимум либо звезду, ну типа около звездного игрока, что вот о чем мы говорили, ты, например, вот Дежон-то предложил, я не против, естественно, но в идеале получить двух крепких родливиков, потому что один из них должен быть большой, например, сказать, что сказать Вашингтону, что вам не нужны драфт-пики, вам нужен Тайлер Хиро, отдайте нам Тайлера Джонса и Дэниела Геффорда, мы вам еще пик отдадим, и сверху еще что-нибудь, поверь мне, Майами с Дэниелом Геффордом и Тайлером Джонсом превратятся в топ-3 команду Востока, ну топ-3, топ-4, посмотрим, что там Филадельфия, Милуокия себя будут представить. С Вашингтоном, кстати, очень неплохая идея, единственное, что я бы вот в таком потенциальном обмене Йович его не стал бы отдавать, я понимаю, что они пересекаются с Хакисом по позиции, и Хакис себя поярче зарекомендовал, вообще нету в этом никаких сомнений, но забавный факт, что у Йовича самый большой у вас он-офф в команде, при том, что нельзя сказать, что это какая-то аномалия, потому что человек все-таки провел 320 минут на площадке, это не такие уж и маленькие цифры, а по поводу Хайсмита, ну, может быть тебе айтест так говорит, что он прям положительный товарищ, но вообще по сути не из-за сказать, что это правда, у него минус 0,9 он-офф, но стоит отметить, что по этому же он-оффу у Бэма Дебай, это минус 4, но про причины всего этого мы с тобой в прошлый раз разбирались, завершаю, наверное, я блок по Майами, последним, то, что вот в последних 15 играх все-таки дефенсив рейтинг у Майами наебнулся вот где-то вот как раз-таки 6-7 игр назад, потому что до этого у них нормально все было, но у них за эти 15 игр 14-й дефрейтинг, при том, что в последних 6-7 игр ну все мега ужасно, но вот одна общая тенденция этих 15 игр, оффенсив рейтинг жиденький, 29-й за эти 15 игр, и в принципе, если Розиро нормально встроить в игру, и он начнет свои рабочие проценты показывать, я думаю, что в этом плане тенденция будет задана в правильном направлении, я в любом случае Майами желаю успехов, не только потому, что ты со мной сейчас на подкасте, и я лебезю перед тобой, ни в коем случае, Майами это самобытная команда, и без нее плейев просто будет скучнее, поэтому я искренне желаю команде подсобраться, и последнее вот такое забавное наблюдение, то что Монти Уильямс получает самый большой контракт в истории, Детройт в жопе, как бы тебе больно это не было слышать, Сан-Антонио, Грег Попович получает бабки, Сан-Антонио намного хуже выступает, чем многие ожидали, возникают слухи по поводу того, что Стив Керр получит самый большой контракт в истории, Голден Стейт выдает свой худший сезон за очень долгие годы. Эрик Спейлстер получает продление, самое большое для тренера в истории североамериканского спорта, у Майами начинается вот эта их неудачная серия поражений, поэтому, может быть, это повод командам задуматься, вообще, стоит ли тренерам такие большие деньги давать, но, скорее всего, это просто совпадение, по крайней мере, в случае Спейлстера. Ну и последнее хотел сказать по Майами, это то, что в ближайшее время у них есть шансы на то, что их серия продлится, на самом деле, неудачная, потому что следующие игры, у них среди следующих четырех игр, они все дома играют, эти игры, ну, за исключением выезда в Вашингтон, где как раз эту серию можно будет, наверное, прекратить, но домашние игры против Феникса, против Сакрамента, против Клипперс, ничем хорошим, мне кажется, не сулят. А я вкину сразу, что, скорее всего, либо у Феникса закончится победная серия на нас, либо у Сакрамента будут проблемы, знаешь, по одной простой причине, а Феникс играет слишком для Майами удобно, вот эти вот три мэнгейм, когда, ну, Грейсон Аллен получит свой какой-то хороший вариант, это для Майами то, что легче всего раскалывать, то, почему Бостон, Селтикс там и прочие команды на Востоке легко рассыпались в плей-офф перед Майами, если Эрис Пайлстра, да, и компания пройдут правильную работу, все будут защитники на месте, именно защитники, да, это в первую очередь три игрока. Хакис, как бы он там новичком ни был, но все-таки он действительно очень здорово заехал именно по обороне, и дуэт Джимба-Бэм, они, на самом деле, в троих очень могут Фениксу поднасрать. Ну, давай тогда Феникс уже более подробно без привязки к Майами рассмотрим, потому что это опять же является наряду с Милуоки одной из самых громких команд, которую я подробно не освещал в этом сезоне, и вот я исправляю свой косяк. Ну, и стоит признать, что наконец-таки это можно делать полноценно, потому что наконец-таки трио Букера, Билла и Дюранта провели совместно какое-то адекватное количество времени, если быть точнее, то чуть меньше 300 минут, 285 минут, мы до этого дойдем, ну, а пока Феникс, который уже вылезли и вот из этой вот пограничной зоны, там, даже с плей-ин и вообще не выходом никуда, уже Санс шестые в конференции с показателем 26 побед и 19 поражений, за последние 8 игр у них 7 побед и 1 поражение, на данный момент, слушай, ты вот как-то сказал про серию, она так-то у них в последней игре как раз против Нодиана оборвалась, и в последних 16 играх у Феникса 12 побед и 4 поражения, поэтому в целом команда раскочегарилась и наконец-таки о ней можно поговорить, потому что какие-то уже фундаментальные выводы можно делать. Как тебе Феникс в последние недели? Много ли ты вообще на них внимания обращал и что тебе есть сказать по выступлениям команды из Аризоны? Очень многое строится под то, чтобы команда именно друг другу организовывала этот спейсинг и забрали у Дэвина Букера мяч, то есть забрали у Дэвина Букера мяч не в плане того, что ему там что-то не дают делать. Его старались немножко разгрузить с точки зрения функции плеймейкинга. Начало сезона Букер прям разыгрывал, делал это вот до хрена и в среднем по сезону у него даже был там заход типа на 8 передач в среднем за игру. Понятно, что статистически, наверное, не нужно на это сильно смотреть. На последние матчи у него там 5, 3, 4 передачи, а при этом количество бросков 24, 30, 23, 37, как было в матче с Индианой, где он набрал 62 очка. И как бы у него тут были игры, где он 52 набрал в матче с Новым Орлеаном, 46, где он набрал в матче с Далласом. То есть Дэвином Букеру начинают давать делать то, чем он должен заниматься. Из них троих с точки зрения молодости, там, всех заходов за исключением таланта, где Кевина Дюранта вообще вряд ли кто-то в истории НБА достанет с точки зрения атакующего таланта, да, и там с антропометрической стороны. Но вот если мы говорим в целом про последние матчи, как бы Букер должен быть первым игроком, на которого команда играет. Кейди должен быть вторым, который и сам спейсинг за счет этого получает, и при этом его же и дает. У Букера в последних 10 матчах процент с игры 56, из-за дуги 40, 33 почти очка в среднем за матч. Количество передач аж на 2 упало в среднем за игру именно результативных, но количество пасов оно визуально сократилось чуть ли не вдвое. И при этом, при всем, первое, наверное, что реально бросилось в глаза, помнишь, первые матчи Брэдли Билла, когда он только появился, они еще там в трэм не играли. То есть там Брэдли Билл выходил на паркет, значит не играл кто-то из пары Букер Кейди. И на Билла было больно смотреть, потому что у него реально были проблемы со спиной, и сейчас они как будто куда-то пропали. То есть либо ему что-то колют, либо ему массажистку наняли очень симпатичную, которая там по нему гуляет, и у него все спазмы разошлись по другим частям тела. Но в целом Брэдли Билл именно с точки зрения перемещений, с точки зрения вот этих вот каких-то мобильных вещей он очень легко смотрится. Меня пугают три вещи по этому Фениксу, который прямо сейчас перед нами предстает. Они первое не способны играть в быстрый баскетбол, что вот матч с Индианой очень опять раскалывается очень сильно. И если какая-то команда даже не строится от быстрого баскета, например, очень хорошо обороняется, потом бежит в транзишн, у Феникса против такой команды будет не так много шансов. Почему это так? Брэдли Билл, каким бы он там ни был, да, более освежевшим, там, каким угодно, он, к сожалению, не защитник. Один из лучших их вариантов по поводу защиты это, ну, кинуть куда-то Грейсона Аллена и пусть Кейди с Букером пашут. Я в эту тенденцию не очень верю. Есть ощущение, что Кейди дико устает. То есть, помнишь, вот эта история была, когда резко заговорили вообще про какие-то обмены, про фрустрейшн обаут Кейди, там, вот эти все вещи. Это буквально было матчей 10 назад. А Кейди сказал, что нет, это все фигня, вы все выдумали, и они в целом выдали очень хороший рывок. Возможно, может быть, даже не 10, там, типа, 12 игр назад. Но за последние игры, начиная там с рождественского матча, который они Далласу проиграли, дальше у них с результата 14-15 получается сделать 26-19. То есть, они буквально забрали 12. А игр, проиграв всего лишь 4. То есть, они проиграли всего 4 матча, перестроили немножко игру вокруг Дэвина Букера. Кейди выглядит неплохо, но вопрос в следующем. А что еще может эта команда добавить? Прямо сейчас она выглядит как контендер? Наверное, нет. Они могут ли стать за счет чего-то сильнее, использовав внутренний ресурс? Но это если там Чимизи Мету и прочие товарищи начнут еще лучше как-то играть. У меня есть, наверное, предмет очень большие сомнения. И когда мы смотрим на Юсуфа Нуркича, которому и по лицу дает не только Дреймонд Грин, мне вот честно больно смотреть матчи Феникса. Не знаю, поддержите меня, нет. Такой прям витья Юсуф Нуркич. Потому что либо он получает много фолов, а ты знаешь, что вот эта метка в НБА, три фола в среднем за игру. Мы всегда говорили, вот это такой показатель, если больше трех фолов, игрок слишком много фолит. Юсуф Нуркич сейчас три с половиной фола имеет в этом году, по-моему, Джарана Джексон, и младшего меньше. Понимаешь, эта история меня немножко пугает, потому что это единственная реально легитимная центровая команда, которая еще и в плеймейкинге помогает, как он это в Портленде делал. И сейчас Феникс за счет этого становится очень зависимым от таких людей, как Грейсон Аллен, которого в защите надо вместо Билла кидать, Юсуф Нуркич, которого надо вообще везде использовать, потому что без него ничего не получается. А если таких людей команда начнет терять, она может их потерять либо в обмене, либо в матче, когда там шесть фолов случается. Дальше все ложится на Девина Букера, который опять 60 очков набирает и опять проигрывает матч. То есть вот это, к сожалению, не зависит от самого Девина. Девин в этом не виноват, это не мусорные очки Девина Букера, он пытается реально вытащить матч. Это вот не те 70 против Бостона. К сожалению, Феникс не вызывает ощущения команды, которая с уверенностью кого-то пройдет. Более того, ты сказал про то, что они поднялись повыше. У них дальше матчи и Майами, и Орландо, и Атланта, и Бруклин, и вот разные такие команды. Но на одном из отрезков до матча звезд будут попадаться и Сакраменто, и Милвоки, и вроде как перестраивающийся Голден Стейт. У меня есть ощущение, что на самом деле Феникс дальше может даже подупасть. То есть для того, чтобы они дальше шикарно разгонялись, для того, чтобы все шикарно работало, нужна вот эта стабильность выступлений как Девина, который реально 40 раз за матч бросает. Помнишь, что было с Коби даже в сезонах 5-6 условно? Ну, естественно, не помнишь, а знаешь ли. Потому что Коби, который в сезоне 5-6 мог там выдавать месяцы по 50 очков, в следующий месяц он просто, он сам рассказывал, насколько он был изнеможденный. Девин Букер немножко другого формата игрок. Я не верю, что Феникс Сан способны на длительном отрезке ехать вот на этих санях и всех подряд переезжать, надеяться, что ну вот все дальше так и будет работать и они в пятером будут всех обыгрывать. Ну, слушай, я, наверное, с тобой не соглашусь. Мне кажется, Феникс вполне себе может всех обыгрывать за счет того, что у них реально сейчас бронебойная атака и они большую часть сезона шли в середке по оффенсив рейтингу, сейчас они уже залезли туда в топ-10. Если быть точнее, то у них сейчас девятый оффенсив рейтинг, 118-4 очка на 100 владений, при том, что в последних 10 играх там, по-моему, за 120 все это заезжает. И именно главная причина того, что все игроки здоровы. По букеру ты, мой хлеб у меня отнял, я специально по нему вот эту вот статку за последние 8 игр привел, но если я просто максимально все упрощу, 35 плюс 5 плюс 6 у него в последних 8 играх, в которых, напоминаю, Феникс 7 побед. И в целом отвечаю я на несколько тезисов. Первый тезис Нуркич. Проблема Нуркича с фолами безусловно присутствует так же, что и люди, которые его заменяют, нельзя сказать, что делают это очень классно. При том, что Юбэнкс, на мой взгляд, играет в этом году лучше, чем многие от него могли ожидать. Относительно самого Нурка, безусловно, хотелось бы, чтобы боснеец смог присутствовать на паркете больше, чем 27 минут, потому что, как бы там его не чехвостили за то, что он слабый защитник. В некоторых аспектах может быть, например, если Нурка выдергивает на дугу, то это очень сильно облегчает вообще задачу бросающим соперников Феникса, потому что за игру у него две спаим-попытки, против которых он обороняется на дуге, и в этих попытках против него реализуют 40%, при том, что обычно реализуют 35%. То есть, если Нуркич против тебя обороняется на дуге, это автоматически плюс 5% на то, что ты попадешь из дуги. При том, что вблизи кольца Юсов снижает эффективность своих опекунов на 6,5%, и я, честно говоря, ожидал, что будет гораздо хуже, но вот, опять же, Вогель его часто использует в схеме дроп, что, наверное, ему помогает. Отчасти это усложняет жизнь тому же самому Алену, до которого я еще дойду, но который проводит вообще классный сезон, и тот факт, что он сейчас является чуть ли не единственным обменным активом, за счет которого Феникс может себе добавить в габариты, которых ему часто не хватает, это, конечно, ситуация, в которой я бы на месте менеджмента Феникса не хотел бы оказываться. Так вот, да, Нуркич на 6,5% снижает эффективность бросков под кольцом непосредственно там, где он все-таки хорош. Поэтому тот факт, что Нуркич мы не можем видеть на больших минутах, с точки зрения потенциальной игры плей-офф, я не думаю, что вообще это проблема для Феникса, потому что я не думаю, что Нуркичу в идеале вообще возможно будет давать большее количество минут в плей-оффе, потому что через него будут строить просто атаку их соперники, и поэтому фалы получает и хер с ним. На уровне регулярки он свою функцию выполняет более-менее приемлемо, поэтому по поводу Нуркича я твой скепсис не разделяю. Мне кажется, наоборот, что он во многих аспектах вообще перепрыгнул. Те ожидания, которые от него были? Не-не-не, слушай, я сразу, знаешь, я внесу, может быть, ты меня неправильно понял здесь, я не совсем про это говорил, я сказал, что команда, наоборот, от его баскетбола зависима, он хорошо играет, он играет лучше, я согласен, что лучше, чем, например, я тоже ожидал. Тут речь о том, что у них вообще нет плана Б, у них команда с пятью игроками, вот буквально, у них есть Юсов Нуркич под свои задачи, есть Грейсон Алин под свои задачи, дальше Эрик Гордон, например, я не знаю, то ли у него тиль, то ли еще какая-то хрень, но, как бы, это совсем все печально, и кроме вот трио звезд этих двух парней, Феникса людей нет, буквально нет. Я вот смотрю на дальнейшую какую-то ротацию, и Акоги, Бейтс Диопа, Юбэнкса, это какой-то, ну, это как будто, знаешь, Мартин Макдона снимает залечь на дно Феникса какой-то, и вот просто цирк уродов собрал, ну, буквально это так выглядит. По поводу ролевых, я вынужден признать, да, я помню, как я летом доказывал всем, что, ребят, вы не понимаете, вот Бейтс Диоп, он отлично залетит, был неправ, признаю, человек попадает 28% из-за дуги на двух попытках, и, скорее всего, тот сезон, который у меня в прошлом году в Сан-Антонио был, где он там под 40 отклал, это аномалия. То же самое касается Акоги, недавно лицезрел игру против Далласа, которую просто, ну, Акоги оставляли в углах, он попал, конечно, оттуда разок, там, из трех или четырех раз, но человек просто иногда даже один в углу стоит и не может оттуда, не то чтобы попасть, он бросать не хочет, поэтому эти проблемы никуда не ушли, и эти исполнители, как бы хороши, они в обороне порой не были, но в плей-офф они очень много могут спейсинга отнять у Феникса, не смотря на то, насколько его много создает тройка их лидеров. И вот как раз Нуркич на этом фоне смотрится отлично, как и Грейсон Аллен, который все еще один из, по-моему, даже один единственный игрок, который там, условно, сыграл 40 матчей, имеет 30 минут в среднем за игру, и вот, пожалуйста, ну, даже не 30, по-моему, там выборка, типа 15 хотя бы минут за матч, и у чувака 50-40-90, хотя по факту почти 50-50-90 по сезону. Это буквально лучший сезон Грейсона Аллена в карьере, и вот Феникс, если дальше захотят вдруг вот, я не знаю, мы подойдем там к обменам, ну, теоретическим, просто, ну, проблема в том, что менять кроме Грейсона Аллена и Юсуфа Нуркича некого, буквально некого, там просто ничего больше не сделаешь, и это такая ловушка Жокера, в которую сама себя команда загнала, и я даже не знаю, как они с этим будут разбираться. До обмена в конце блока про Феникс зайдем, а относительно вот плана А, плана Б, вот ты говоришь, что его у команды нет, во-первых, нахер нужен план Б, если план А очень хорош, а когда, вот опять же, если мы говорим про вот эти 285 минут Билла, Букера и Дюранта вместе, у них нет рейтинг плюс 16,5, у пятерки Билл, Букер, Аллен, Дюрант, Нуркич за 190 минут совместно, плюс 14,5 нет рейтинг, это просто работает, и очень хорошо, нельзя сказать, что там у Феникса сейчас очень легкий календарь, да нет, они выносят, опять же, там с переменным успехом и Даллас, и Новор Лиан, и, кстати говоря, в игре против Далласа Нуркич попробовал твой тезис про его, мне хотелось опровергнуть тем, что он сам побычил в сторону Гранта Уильямса и не раз, и не два, и что привело к тому, что Гранта Уильямс в свойственной себе манере просто заистерил и в итоге самоустранился из этой игры, поэтому, нет, Нуркич умеет огрызаться, я бы не сказал, что он какой-то там мягенький, не могу про него это сказать. Эй, тут такой момент вот по поводу плана А, скажи мне, когда команда с планом А последний раз выиграла чемпионский титул, типа без плана Б. Тенвер Наггетс, какой у них был план Б в прошлом году, напомни мне, пожалуйста. Они очень вариативно пятерки меняли, и они научились в прошлом году играть без Николы Йокича. Ну, смолбол состав, где Аарон Гордон играл на позиции центра, окей, я тебе скажу, план Б у Феникса есть, и я даже специально под это подобрал. Так, да, и этот план Б может быть он очень заранее скажу, что этот план Б это их маленькая пятерка в лице Грейсона Алина, в лице Брэдли Билла, Букера, Эрика Гордона и Кевина Дюранта. Да, они в этом сезоне провели 27 минут совместно, что не очень много. За эти 27 минут у них на трейтинг плюс 27 с половиной. И у меня есть такое предположение, что Вогель это часто не использует не из-за того, что он боится, что их там в обороне задавят, а то, что он не хочет эту просто схемку очень сильно палить перед плей-офф, и я не могу найти вообще команду в ассоциации, ну точнее правильно сказать в западной конференции, кроме Денвер Наггетс, у которых есть вот Никол Йогич, против которого эта схема может очень жестко аукнуться, потому что против Оклахомы у них нету сильного Большова, против Миннесоты это Руди Габер, который будет стеречь Дюранта и который в принципе принесет больше вреда команде, находясь на паркете. Против Клиперс они также, я думаю, будут активно проповедовать смолбол, против которого будет вообще интересно на самом деле увидеть вот смолбольную пятерку потенциально Феникса против смолбол пятерки Клиперс, а в целом остальные команды по ним гораздо больше вопросов, поэтому план Б мне кажется у Феникса есть и тот факт, что мы его не видели, мне скорее говорит о том, что его просто не особо хотят показывать, чтобы сильнее удивить своих соперников в плей-офф. Не согласен с этим? Я бы не удивился, если бы я от пары товарищей типа Паши или Артема, которые большие болельщики Феникса, Хрусталев и Кавалериан. То есть если бы я услышал от них вот эту историю про то, что у Феникса план Б есть и они просто его ну-ка-офф берегут, я бы подумал, ну ребята оптимисты, они как бы очень так на все смотрят. Но от тебя я не ждал такого услышания, потому что Клиперс это иной уровень все-таки по как организации, так и вариативности, так и опциональности. И единственное, что Клиперс может сгубить, это такая же история травм, по сути, как и у самих Феникс Санс. Потому что ну как бы Брэдли Билл, Дэвин Букер, Кевин Дюрент, это не просто там медицинские карты, это маленькая поликлиника своя там переездная. Поэтому здесь в данном случае у меня как минимум две команды есть действительно на западе, которые смолбола Феникса точно бояться не будут. Это именно Клиперс и Денвер, там даже по персоналям все очень легко разбирается. А если мы говорим о том, что вот совсем недавно там были те же матчи Феникс-Лейкерс, я не хочу там сильно накидывать по Лейкерс пока до обменов, потому что мы не представляем какой команда будет через 10-15 игр вообще непонятно, что там произойдет. Но из того, что я видел, с Лейкерс даже были проблемы с габаритным дуэтом и при этом мобильным Леброн Дэвис. То есть не с командой Лос-Анджелес Лейкерс, именно конкретно с этим дуэтом, где Леброн и Дэвис неплохо вывезли. Я не думаю, что этот план Б реально будет работать. У меня есть ощущение, что 27 минут не потому, что там они ломались или то, что они там берегут этот план. Против конкретной команды типа Сакраменто оно сработает на ура. Сабониса там просто в хвост и в гриву, беднягу. Против таких ребят это сработает. А вот против остальных команд, против Оклахомы соглашусь с тобой, да. Но не верю, честно. Хотя, опять же, против Оклахомы это конкретный заход, но на всю серию я бы даже, наверное, на Thunder все равно ставил бы вот в этот плей-офф. Я бы на Thunder ставил больше, чем на Suns. Но это так, это отдельный вкид. Может быть, твоя правда, искренне рад, что мы в чем-то вот прям настолько жестко не согласны. Перед последним блоком про обмены Феникса я вот свою любимую тематику по плей-тайпам закину по Фениксу, потому что все-таки я эту команду в этом сезоне не разбирал. На удивление, у них не так много изоляции в этом году, они лишь восьмые по использованию этой тактики, но при этом стоит признать, что и слава богу, потому что они лишь восемнадцатые по количеству очков за одну изоляцию, всего лишь девяносто три сотых за одну изоляцию. В плане транзишена они самые эффективные в этом сезоне, у них 1,22 очка за такое владение, но при этом у них темп 23, и следовательно транзишен у них лишь 25 в ассоциации по его количеству. С точки зрения пик-н-ролл был хендлер владений, тоже мне было любопытно посмотреть на фоне того, что все-таки Билл и Букер исполняют не те роли, которые им вообще в итоге свойственны, при этом по реализации они вторые в лиге и по количеству конечно же 23, они все-таки за счет других каких-то аспектов используют своих игроков. Я удивился тому, что например сравнительно мало катов в исполнении Феникса, при том, что они с большим отрывом лучшие в ассоциации по их реализации аж одно очко и 43 очка еще сверху, но при этом они в середке по их количеству. Мне кажется, что как раз-таки вот такие исполнители, как там условные Акоги, Гордон даже, Бейтс Диоп могли бы это использовать себе во благо и да, вы не умеете бросать, но окей, хотя бы создавайте оффбол движение и залазите под кольцо и там Нуркич сможет кого-то выдернуть и вы сможете там реализовать. Хотя, наверное, с Нуркичем не так все гладко, потому что у него в этом году 27% из дуги и не так хорошо выдергивается. Может быть, это, кстати говоря, является причиной, почему каты не так хорошо или точнее, правильно сказать, не так часто используются Фениксом. А так, в целом, хороший спотап, но неудивительно, потому что у них все-таки в качестве вспомогательных снайперов тут играют и Билл, и Ален, и по поводу Ален мы уже восхищение сказывали, он лидер ассоциации ПОК реализации трех, у него почти 50% при том, что он бросает за игру их почти что 6 штук. Ну и Брэдли Билл отдельно достоин вот вообще в целом от отмечания его, да, потому что в этом году у него аж 32% от общего количества трех из угла. Это самая большая для него цифра с его первого сезона. И он реализует оттуда 41%, у него карьер хай по кетч-эн-шут возможностям вообще в целом по сезону и суммарный 38% и визуально вот так вот если смотреть, то по ай-тесту у него наибольшее количество за его карьеру именно открытых трех, которые он в целом очень качественно реализует. По поводу обмена в последний мини-блок по Фениксу, вот мы говорим, что от Фениксу кроме как за счет Грейсона Алена усилятся по большому счету Незакова и по поводу Нургича. Ну, вариант с Нургичем я бы сразу бы отмел, только если там в обратку не будут лететь условные Николас Клэкстон из Бруклина. Но, например, все еще есть контракт на Сира Литтла, который уже, наверное, уже скорее отрицательный актив, учитывая тот факт, что Литтл в этом году проиграл конкуренцию и Акоги, и Бейтзиоп среди вот этих вот не самых умелых с точки зрения броска вингов, которые там могут как-то защищаться. У него контракт все еще на 3 года сверху этого сезона, за который он там заработает. Не так уж и много денег, в среднем там по 7 миллионов в среднем, но это все равно как бы неплохой зарплатный наполнитель, который можно использовать. И тут у меня возник вопрос, вот мы берем Грейс на Альну, у которого стекает соглашение 9 миллионов. Вы не хотите играть с четырьмя гардами, да, потому что самый используемый состав Феникса именно как раз таки вот, ну не с четырьмя, извиняюсь, с тремя все-таки гардами, потому что Тюрант это мощный форвард уже в современном баскетболе. В следующем летом Альну придется платить очень много денег после такого классного сезона. То есть я думаю на фоне отсутствия большого количества классных игроков на рынке плюс большого количества команд с местным под потолком, а цена Алина будет где-то, мне кажется, начинаться в районе 18 миллионов, не меньше 100%. Феникс не захочет это платить, потому что у них и так в следующем сезоне уже по 200 миллионов зарплат, да, со всей этой, вот этой тактикой, лунтиком, да, этого лета, когда они надавали контракт с опцией игроков и теперь вот придется с этим как-то иметь все дело. В потенциальной сделке между Фениксом и Бруклином, если Феникс звонит и говорит, ребят, мы вам даем одного из самых горячих снайперов этого сезона, Грейс Наллина, в ответ мы забираем себе Фенис Смита, который нам по нуждам гораздо нужнее, кто в этой сделке вообще должен доплачивать, на твой взгляд, потому что Феникс особо доплачивает и нечем. Ни одного пика первого раунда до суммы для обменов нет, с точки зрения пика второго раунда там какие-то нормальные активы, это скорее пики Мемфиса, и то они довольно дальние 28-29 годов. То есть в каком направлении вот в плане обменов ты вообще думал? И опять же, Грейс Наллина, насколько неприкасаемый? С точки зрения здравого смысла он должен быть неприкасаемый, но если мы говорим о Фениксе, то, конечно, в первую очередь он уедет на обмен. Не там никто другой, я с тобой здесь полностью согласен. Просто мне не нравится идея с Бруклином, если я генеральный менеджер Бруклина, и мне звонят и предлагают игрока 28-летнего, насчет которого надо будет дальше думать, и который явно не молодая звезда, не привезет с собой в кармане драфт-пик первого раунда, там еще что-то. Напомню, Феникс Санс команда с пятью пиками второго раунда и с нулем в графе пик первого раунда до 30-го года. То есть там вообще ничего нет. Там не Степенрул, ничего у них просто этих драфт-пиков нет, они их все раздали. Поэтому я просто не представляю, как такую команду, как Бруклин Нец, которая по идее сама будет за молодых игроков что-то отдавать, что-то за драфт-пики что-то отдавать. Ну, в таком случае этот вариант просто, мне кажется, ну, знаешь, практически нереальным. По персоналиям, если кто там нужен в команду, ну, конечно, такие люди, опять же, как DFS, да, Дориан Финис Смит. То есть это вот что-то такое, опять же, прости, но сильно ли лучше Дориан Финис Смит прямо сейчас в нынешнем состоянии, чем Грейсон Аллен? Кроме того, что просто, по-моему, он его выше. Дориан Финис Смит условно 6-7, а Грейсон Аллен, по-моему, 6-5-6-6, Ну, да, да, то есть это единственное буквально преимущество. В нападении преимущества нет, есть только преимущество у Грейсона Альна перед Дорианом Финис Смитом, вот в этом сезоне конкретно. Поэтому с Бруклином я просто не вижу варианта, который Финис сделал бы сильно лучше. То есть если мы смотрим на какой-то обмен, я вот сейчас параллельно даже поглядываю на депчарты команд, и, наверное, если мы говорим о каком-то обмене, который мог бы заинтересовать, мне нравится история с тем, что Оклахома, если будет делать какой-то обмен, она будет делать обмен ролевого игрока себе на скамейку. И вот за ролевого игрока, там, типа Грейсона Алина, они могут отдать двух-трех своих молодых обалдуев, которые на самом деле достаточно талантливые. То есть я бы смотрел в место, где прям перебор молодого таланта, возможно, это, например, даже Вашингтон, где, естественно, ты не получишь там ни Тайусов, Джонсов, никого, хотя это идеальный сценарий для них получить плеймейкера реального, нормального, который все это организует, там, не знаю, ну, Монте Морриса из Детройта вряд ли достанут, но, как бы, смотреть куда-то туда. Есть, например, Василий Митсич, который в Оклахоме вообще прям не пришелся никак. И, может быть, куда-то вот в ту сторону посмотреть, типа, Айзея Джо, Василий Митсич, там, я не знаю, условно, Кенрич Уильямс в обмен на Грейсона Алина. Это реально... Джонни Адабуль, даже за Алина, я в этом уверен на 100%, вон в Оклахоме слишком хорош. А вот вариант с Монте Моррисом за Грейсона Алина, я думаю, обеим командам имел смысл не с точки зрения адекватности, потому что мы говорим о Детройте. Менеджмент Детройта сейчас опасается за свою жопу, поэтому им Грейс Сталин подойдет, потому что им нужен шутинг, им нужны победы. Окей, забирайте там Монте Морриса. Шутинг это в смысле суэцит? Ну, да, можно и так сказать. В принципе, в плане Пистонс это точно. А касаемо Феникса, да, жаль, что у них, конечно, не хватает активов. Так-то можно было Литтла как-то преобразовать, но тут без пика первого раунда никак. Ты правильно сказал, это отрицательный актив Назир Литтл. Если бы он показал себя здесь как хороший защитник, даже в нападении там все грустно, как было в Портленде, если бы он показал себя именно как хороший защитник, на него был бы какой-нибудь спрос. Реально. То есть с пиками второго раунда это можно было бы продать, например, в, не знаю, в Кливленд на Дина Уэйда. Ну, условно. Ну, типа, да, что типа вот Кливленд не хватает там комбо-форварда на защиту. С тройкой проблема никуда не пропала на самом деле фактически. То есть вот представим вот такое. Типа Дина Уэйда забрать и представить, что все вдруг стали счастливы. Но по факту нет, это все очень печально и Феникс... Есть ощущение, что они нуждаются в обмене. Если они там не поедут кукухой и не начнут что-то лютое мутить, они будут с этим составом играть дальше. Вот если, знаешь, надо выбрать команду, которая наименее вероятно сделает обмен, Феникс будет в моем топ-3. Ну и да, кто-то может сказать, что можно отдать Болл-Болл, которому возможности не предоставляют и то, что Болл-Болл все еще не раскрывший талант, но проблема в том, что какие-то опытные команды или команды, которые претендуют на плей-офф, не будут его себе брать по тем же причинам, по которым он Феникс не играет, а молодые команды не так сильно будут позариваться в сторону Болл-Болл, потому что у него истекающий контракт. Да, вы можете ему предоставить возможности заиграть его до конца сезона, а потом наступает межсезонье, Болл-Болл свободный агент и скажет, ну вы конкретно платите мне бабки. И кто захочет в это влезть? Никто, наверное. Поэтому пожелаем удачи Джеймсу Джонсу и посмотрим, сможет ли он справиться с этой довольно сложной задачей. Последний у нас блок сегодняшнего выпуска и в котором мы, наверное, не так будем подробно во всем разбираться, но я думаю, с точки зрения эмоций будет тут жарко. Это гонка за MVP, конечно же. Я думаю, ну абсолютно очевидно, что мы, скорее всего, будем продолжать говорить о тех же самых пяти, может быть, шести людях, смотря как ты на это смотришь. Последний раз, насколько я помню, ты говорил, что все-таки MVP это Йокич, но это было в ноябре, много воды с тех пор утекло. Я помню, что ты принимал участие в голосовании на Sports.ru в этом году с результатами по половине сезона и по-моему, поправь меня, если я ошибаюсь, у тебя там шей вышел на первую строчку по MVP. Давай все-таки поградируем игроков, как бы, шей MVP, это, в принципе, понятно, но у меня к этому лично у меня, как по крайней мере, вопросов, наверное, нет. Как бы ты баранжировал игроков, вот там, я знаю, ну топ-5, условно говоря, давай назови свой и кто, на какой позиции находится и почему? Я с шеей, эта история такая более, знаешь, не сколько субъективная, а именно эмоциональная, потому что субъективная это ты все равно, ну, можешь аргументировать как-то. А здесь эта история про то, что 25-летний парень, который атакующий защитник, да, который вроде как и плеймейкер при этом, и при этом двусторонний игрок ростом 6-6, когда мы такое в последний раз видели, чтобы вот такие вещи происходили, круто, это прям реально здорово выглядит, и Оклахома там параллельно, например, у нас на момент записи выпуска вообще первая на Западе, то есть с результатом 32-13. Вот эта старая формула, лучший игрок лучшей команды, она здесь буквально подходит. А у Денвера четвертое место, они хоть и тоже имеют количество побед, они чуть больше сыграли и лишних поражений хапнули, но Никола Йокич, я думаю, ты не будешь отрицать, во-первых, он не просто в энергосберегающем режиме играет, он играет в формате, который мне лично ближе, чем у Джейли Эмбида. Джейли Эмбида выходит против Шарлотта и говорит, ну что, Ник Ричард, сейчас будем показывать тебе слова, славянский захват за лупой, и 40 плюс 50 сделает ему прям во время матча. А когда мы говорим про Николу Йокича, мы видим, что чувак дает просто 8 бросков с игры и все остальное раздает вокруг. То есть Йокич буквально не потеет в таких матчах. Мне это приятнее видеть, я понимаю, что Николу есть запас, он там раздает все и сейчас, наверное, не на MVP регулярки смотрит, а куда-то в сторону плей-офф. То есть Никола Йокич уже понимает, что как работает. В то время, как в матче с Вашингтоном выходит Джейли Эмбида и вот это, ну топ-3 кандидата для меня это Йокич Эмбида и Шэй. И что, например, помимо положения в конференциях меня отталкивает от Шэя именно Эмбида и Йокича, с Эмбидом история последнего матча. Это может быть какая-то личная история, но третий раз за последние 8 игр, при этом с 2019 года, получается, Эмбид не играет в Денвере. Я не помню такого. Если ты не назовешь любой другой такой подобный прецедент за всю историю НБА, будет здорово. Я такого не помню, чтобы игрок настолько сливал, ну это прям слив, то есть и про это же Майкл Малон дал классную пресканку. Говорит, я смотрю, как он разминается. 20 минут до матча резко у него заболело колено. Говорит, я помню матч с Индианой, как они играли, как Эмбид действительно получил растяжение. Ну хотя бы заявите заранее, что он играть не будет. А НБА еще продавала это же как неделю противостояния, когда готовился комментировать матч. Я такой, о, Райвел Вик, там вот эта история, в итоге вот такая вот фигня. Поэтому Джей Лимбид в данном случае для меня какие бы цифры не выдавал и против каких команд, знаешь, эта история даже не совсем про MVP. То есть может быть, ты конкретно меня про MVP спрашиваешь, наверное, здесь мы там, может быть, должны его ставить выше Йокича, например, по цифрам, которые он собирает. Но мое отношение к игроку, который единственный в истории MVP и не играл в финале конференции, любой другой MVP в истории играл в финале конференции. Джей Лимбид единственный за всю историю НБА, который там не был. Я не могу свое отношение пока к нему поменять. Вот это вот мы должны вроде как забыть про плей-офф, регулярка, MVP, вот это вот все обособлено. Но мы уже отдали им виду MVP и это всегда в головах голосующих отдельной, вот знаешь, такой вот звездочкой. Он уже MVP, ему не обязательно в этом году эту награду отдавать. И Джей Лимбид сам себя закапывает. Шей наоборот тащит команду на первое место на Западе, поэтому вот пока, наверное, вот субъективно по эмоциям, по всем моментам, Шей Йокич имбид. Дальше пропасть. Дальше я не вижу прям реальных кандидатов. Я вот когда ты сказал 5-6, я прям удивился, потому что можно сюда впихивать Яниса, который каким бы странным поведением не отличался, он все еще топ-5 игрок НБА. Как бы глупо с этим спорить. А, наверное, мы должны где-то на отрезках смотреть куда-то в сторону Кавайа того же. Потому что Кавай умопомрачительный сезон проводит. Не по цифрам, по эффективности, по продуктивности, которая позволяет команде побеждать. То есть я бы на самом деле куда-то бы сюда Кавайа бы пихал. Вот. В Миннесоте все слишком комплексно и все слишком системно. Поэтому, как бы там Энтони Эдвардс не играл, пока там его 22-23 года в это обсуждение пока включать не хочется. Ну и последняя кандидатура чисто по лучшему результату Лиги лучший игрок команды, ну это Джейсон Тейтон. Все. То есть вот на этом кандидатура как-то заканчивается. Выскажу свое мнение. В принципе, наверное, все-таки у меня лидером остается Шай, потому что все-таки в сравнении с другими командами Окла Хома результат получше. И Шай, мне кажется, он просто тупо самый стабильный из этой тройки игроков между Йокичем, Эмбидом и непосредственно Канадцем. Ну, может быть, Эмбид, конечно, постабильный, но Эмбид играет не так стабильно, поэтому, как бы это парадоксально не звучало. Шай, мы сейчас записываем выпуск, и так совпало, что они проиграли Детройту, и за это можно как будто его убрать с первенства в этой гонке, но при этом даже в этой игре за 29 минут, что гораздо меньше его средних показателей, он выдал там 31 очко, 5 подборов, 4 ассиста. Короче говоря, свои классические цифры. Там просто Джелен Дюрен поиздевался над Четом Холмгреном, я просто параллельно тут одним глазом поглядывал, прям жестоко было. То есть это Джелен Дюрен матч выиграл. Да, ну и все-таки, опять же, гонка за MVP это всегда и в том числе около баскетбольной нарративы. Один из около баскетбольных нарративов, который по крайней мере меня окружает, это небольшая усталость от постоянной вот этой гонки Йокича и Мбита. Объективно ли это на 100%? Конечно нет, но я бы сказал, что я объективно на процентов 95 был до вчерашнего дня, потому что вот спросили бы у меня вчера, до этой игры Денвера с Филадельфией, я бы сказал, ну и Мбит однозначно второй. Но вчера моя объективность еще подопустилась на 10-15%, так же, как и не сгоревшая часть моего стула под моей жопой, потому что, когда я получаю уведомление, что Мбит снова не играет, ну, типа 5 лет человека нету в Денвере и он не выходит на эти игры принципиально, и особенно учитывая обстоятельства того, что за 20 минут до игры он тренировался, ну, вообще на виду всех, это просто уже наглость, которая вообще переливается через края. Я на протяжении всего сезона являюсь по большому счету адвокатом Мбита. Я пытаюсь защищать там тот факт, что в абсолютно идентичных ситуациях, в которых Николе не светят стволы, Мбиту свистят. Я считаю, что все-таки в сравнении это скорее Йокичу недосвищивают, чем Мбиту пересвищивают, потому что в 85-90% фол на Мбите действительно есть. Он просто очень хорош в том, чтобы прочувствовать момент, когда вот кто-то засовывает вот руку на уровне его как бы броска, и он просто вскидывает руки вверх. Да, максимально картина, да, максимально как-то просто, ну, для многих, извиняюсь за выражение, по-уебански, потому что просто вот это вот актерство, я актер и все дела, это многих раздражает. Я это абсолютно понимаю, но это не объективно. Так же, как и не объективно, наверное, мой хейт сейчас в сторону Мбит за то, что пропустил игру в Дендере. Мне насрать, Йокерич на второй строчке чисто из-за того, что Мбит максимально прагматичен в том, что он обыграл Николу уже второй год подряд у себя дома, следовательно, если я не выйду в Денвере, даже если я здоровый, мне всегда можно нарисовать опухшее колено, потому что я сравнительно недавно с ним пропускал игры, и не будет у Николы шанса сравнять наши котировки в каком-то вот сравнении друг с другом. Меня это взбесило вчера, и я это не скрываю, поэтому, да, пускаю Йокерича, может быть... У нас получается топ-3 одинаковый, я даже немножко в шоке, что у нас давно такого не было, чтобы у нас прям топ-3, по-моему, впервые за все время у нас топ-3 сходится. Не, но если прям, если опустить тот факт, что Мбит реально какой-то, ну, не знаю даже каким словом цензурным его назвать, я поражал, просто не буду его никак называть, Мбит должен быть вторым, но объективно говоря, тут выступление против Сан-Антонио, в которых он 70 очков набрал, и опять же там говорят, что слабая оборона, да, у Сан-Антонио слабая оборона, но конкретно протенеоза обращался вимбаням, который лидер ассоциации по блокшотам, и это должно было составить проблему, и в принципе в некоторых владениях свою игру смотрели, но Мбиту приходилось бросать по траектории выше, чем у него обычно, чтобы обходить вот эту вот мухобойку Виктора, но произошло то, что произошло вчера, мои эмоции слишком свежи, чтобы я на них не обращал внимания, поэтому на данную секунду Шай Йокич Мбит может быть чуть-чуть подостыну, и опять же, стоит учитывать тот факт, что опять же, Мбиту осталось лишь только 6 игр пропустить, для того, чтобы вообще не вписываться в критерии на награду MVP, и это будет так по-имбидному в итоге сыграть 62-63 игры, и потом на протяжении всего межсезонья ныть в интервью, что это правило акцентировано на мне, и поэтому я не стал в МВП, и да, блядь, это акцентировано на тебе, потому что ты пропускаешь игры, опять же, конкретно я говорю за Денвер, потому что до этого момента я все-таки склонялся верить тому, что действительно в игре против Миннесота условно, в игре против Майами, там у него что-то заболело, допустим, с Денвером это уже патология, и это неоспоримая патология, если вы являетесь фанатом Мбита, который сейчас строчит гневный комментарий в мой адрес, и хочет сказать, какой я предвзятый дурачок, окей, объясните мне, какого хера Мбит пропускает пятый год подряд игры, особенно учитывая обстоятельства, которые окружили вчерашнюю встречу, вот, относительно четвертого и пятого места, ну пропасть, может быть и пропасть, да, но при этом задумайся, то что тот сезон, который показывает Янис, это вполне себе возможно, это лучший сезон в истории для человека, который будет в итоге четвертым в гонке за МбП, индивидуально, потому что мы говорим о человеке, у которого команда показывает результат на очень высоком уровне, то есть 32 победы, 14 поражений, что от Оклахомы не так далеко, а сам непосредственно Янис сдает статистику 31 плюс 12 плюс 6, по-моему, ну, на проценте реализации 61, это правда, это хороший, я не помню еще человека, который был четвертый в гонке такой, и такой уровень показывал, ну и пятый, конечно, Лука, который выдал просто шедевр, который заставил мою девушку возненавидеть баскетбол из-за количества ора, который я генерил в четвертой четверти, потому что очень боялся, что это Атланта может украсть это великое вообще выступление славянца, да, 73 очка, это безумно круто, но 25 побед, 21 поражение слишком сильно бьет по его котировкам, и, в принципе, если объективно включить всю эту историю, то, может быть, даже и Тейтум вообще заслуживает из-за низкого результата Далласа, чтобы обойти его на пятой строчке, но это моя иракия. Это как раз вот моя логика была, почему Тейтум, а не Дончич, индивидуально-то, конечно, просто грустно, у меня маленький вопрос тебе по Далласу, но я думаю, что мы, на самом деле, просто его прибережем на следующий раз, и этот маленький вопрос будет обсуждаться минут 40, поэтому это может быть хорошей затравочкой на наш следующий с тобой созвон. Договорились, Андрюх, в целом у нас и и так сегодня получилось на 4 темы, мы почти на 2 часа разошлись, спасибо тебе большое, как всегда, за твое драгоценное время, опять же, ссылочки на ресурсы Андрея, как всегда, в описании, пиканток на Твиче, в Телеграме, ВКонтакте, конечно же, обязательно туда переходите, ставьте лайки, смотрите стримы Андрюхи, у него там очень много экшона, не только в NBA2K, но и в Спайдермен, насколько я знаю, играет, поэтому много там тоже всякой активности, в группе ВКонтакте много всякой тоже статистики, иногда не только Андреем сделанная, поэтому подписывайтесь, и передавайте привет на наш проект, а тебе Андрей, как всегда, большое спасибо за твое участие, было очень классно, как всегда, получил уйму удовольствия от разговора с тобой на эти все темы. Взаимно, и самое главное, что мы с тобой из раза в раз выходим с разговора с чем-то новым, поэтому это круто, и друзья, пишите в комментарии, может быть, какие-то вещи, которые мы еще не учли, мне кажется, что с Фениксом столько всего на самом деле есть подводного, поэтому будет здорово почитать комментарии, мы там периодически тоже и заходим и смотрим, поэтому давайте, дерзайте, пишите, это очень проекту Марка помогает. Обязательно, так же, как может помочь ваш донат мне, если кто хочет, ссылочка на Donation Alerts будет в описании, ну а помимо источников Андрея, так же может переходить по моим всяким доступным источникам, это Twitch-канал Телега с перезаливами с этого Twitch-а, так же, конечно же, группа ВКонтакте и канал в Телеграме Hi5, в честь которого я являюсь, блог на Sports.ru, на котором выходят новости нашего проекта иногда, так же Mixcloud-канал, на котором выходит аудиоформат наших выпусков, но с небольшой задержкой по сравнению с YouTube. Так моя жизнь складывается, что может быть и на Twitch-е, и на YouTube активность повысится в начале марта, поэтому подписывайтесь, чтобы не потерять весь тот вид, который я генерирую. Но у меня на этом на сегодня все, с вами был ведущий проекта Basket Talk Марк Бурчков и до следующего подкаста.